Лезть, 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 лезть. Саш. И уже никогда не спуститься. Саш. Блин, Сережа. То, во что невозможно поверить, находясь в тысячах километрах от Москвы. Вершина питерского дна. Ты за деньги свое мнение меняешь. Как-то надо потихоньку прерывать это все нам, друзья. Блин, Animal Jazz, вы такие крутые. Йа! Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. И я бродил среди огня, Руки сжимая до хруста, И все, что было у меня. Вот тебе чувства. У них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, Но где-то на дне наших глаз Я вижу надежду между нами границы с... Очень неожиданное монтажное перемещение. Мы в Сан-Паулу. Yes, it is. Мы в главном граффити квартале. Ну... Самым известным, так скажем. Сразу давай говоримся. Мы говорим граффити. Граффити. Не граффити. Давай в контекст ведем зрителей. Ты не только рок-музыкант, Но ты еще и исследователь граффити культуры. Да. Изначально вообще мне привлекло то, что я не умею этого совершенно делать сам. То есть я вообще не умею... В принципе это у меня курица лапой. Я могу там профиль Сталина нарисовать. Ну вернее я рисую профиль человека. У меня все время получается по чуду профиль Сталина. Где-то лет десять назад я начал в ЖЖ у себя там делать такие типа дайджесты. Стал заходить в твиттеры в различные, посвященные стрит-арту. И вытаскивать оттуда фотографии, кто нарисовал да где. И вставлять себе в дайджест. Ну а потом, когда появился Инстаграм, я года два к Инстаграму присматривался. И потом в какой-то момент в пятнадцатом году я понял, а блин, а в Инстаграме особо нету такого блога, в котором бы реально со всего мира регулярно постились бы новые образцы стрит-арта. Подумал, ну а почему не я? Мне реально интересно этим делиться. Понимаешь, я когда смотрю, у меня дух захватывает. У меня где-то в день выходит по шестнадцать постов в среднем. Каждый день? Да. Там уже около сорока тысяч. Но это же прям работа получается ежедневная. Ну в начале, когда я был неопытный чувак, где-то занимало восемь часов в день, может быть. Я репетировал, играл концерты, а между этим я сидел, искал. По сути, ты такая мини-википедия уличного искусства. Ну так оно и есть. Я даже переименовался. У меня было такое сложное название для западных друзей, поскольку все-таки у меня в основном 90% подписчиков, даже 95% — это не россияне. Я переименовался в стрит-артпедию. — Стрит-артпедия? — Стрит-артпедия. Мы встретились здесь, потому что, как я понимаю, это граффити — столица мира. — Одна из трех-четырех. — А что еще? — Ну, Мехико, Париж, Лондон, Берлин. Ну, Нью-Йорк, естественно. Вот так где-то. — Если посмотреть многие твои интервью, в том числе за последние годы, ощущение, что ты не только сейчас, не только в пандемию, а ты вообще обитаешь в такой перманентной хандре. — Ну, это да, это свойство характера, конечно. И как бы для меня понятно, откуда это все, вот эта вот клиническая такая хандра. — Откуда? — Постоянная. От недолюбленности в детстве. Мне кажется, это вообще один из мощных источников творческих людей для творчества — недолюбленность. То есть желание, попытка восполнить то, что тебе не додали родители, попытка восполнить за счет других людей, за счет своей деятельности. Как бы чтобы тебя долюбили. Вот. Но от этого проистекает плохое настроение, потому что творчество — это не то место, где тебя долюбят. Творчество имеет дело не с любовью, а с восхищением. Парадокс. — Так. А в этом есть разница? — Конечно. Творчество, вообще вот, ну, попытка творца, она в чем заключается? В том, чтобы создать что-то крутое, да? Что-то, ну, близкое к идеалу, как он себе его представляет. Что-то идеальное. Идеальное может вызвать восхищение. Идеальное не может вызвать любовь. Знаешь, почему? Любовь есть несовершенство. Вот ты встречаешь человека в жизни, и если ты не примешь этого человека, ну, например, девушку, да, скажем, если я вот как гетеросексуал могу так рассуждать, встречаешь девушку, если ты не примешь в ней все ее основные недостатки как данность, недостатки, несовершенство ее, то между вами невозможна любовь. Ну, и она, соответственно, твои. И если ты примешь ее с ощущением того, что вот сейчас я сделаю ее лучше, я ее сделаю умнее, или, например, наоборот, что она сейчас сделает меня лучше, что я перестану бухать там, ради нее там, ради... Вот это не любовь. Любовь — это когда класс, ну, вот ковыряется в носу. Прикольно там, условно говоря. Я вот это имею в виду. Любовь имеет дело с несовершенством. Восхищение имеет дело с совершенством. Творчество направлено на создание совершенства. Поэтому творчество никогда не связано с любовью. Вот почему. Сколько б ты не имел поклонников, сколько б ты не стоял, не играл прекрасные концерты, сколько б ты не выпускал прекрасные песни, ты никогда не получишь ответа — «лю-бовь». Ты получишь восхищение. А нужна-то тебе любовь! Потому и стреляются, понимаешь? Потому Кобейн, условно говоря, и стреляется. Потому Эми Вайнхаус и заканчивает, как она закончила. Это «Вилла Мадалена», это часть «Пинерос». Конкретно это называется, вот этот вот райончик маленький, называется «Бекко де Бэтмен». Точно никто не знает, но почему-то единогласно везде бытующая версия, в том числе и среди самих художников, такая, что здесь в конце 80-х кто-то неизвестный нарисовал Бэтмена на стене. И кто-то потом, проходя мимо, взял тоже краски или баллончик и дорисовал к нему подругу Бэтмена. После того, как они начали рисовать, в 90-х они уже активно стали заполнять, там уже не о Бэтмене была речь, они просто поняли, что свободное пространство, удобно, никто не гоняет, и начали рисовать подряд. Студенты художественного колледжа вначале рисовали. В общем, потихоньку они его весь зарисовали, народ потянулся уже посмотреть местный, и как грибы стали почковаться – бар, 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 кафе, кафе, кафе. И в итоге потихоньку район из неблагополучного превратился практически в туристическое место. Слушай, а это же кладбище, да? Да, это самое, если не ошибаюсь, самое старое Сан-Пауло кладбище. Был такой журналист Жильберто Деменштайн, он умер недавно. Он озаботился в какой-то момент, поскольку был товарищ социально ориентированный, озаботился тем, что молодежь неприкаянная, бегает по району, чёрт-то чем занимается. И он образовал здесь школу «Экола де апрендис», по-моему, как-то так она называлась, где стал просто привлекать пацанов прямо с улицы. Говорит, типа, хочешь вот тебе баллончик, а баллончик – это же интересно, что делать-то с ним? Хочешь баллончик – давай. И вот он договорился с властями, чтобы выделили вот эту стену, длиннющую белую стену кладбища, вот с такими, видишь, изначально сделанными уже, как будто бы для граффити предназначенными вставками. Плиточками. Да. И он говорит, можно, мы там порисуем. Они говорят, отлично, заодно детей там. В итоге целая стена в 98-м или 99-м году они это дело разрисовали. Потом он образовал чуть дальше там целый такой социальный центр, который стал одним из первых центров притяжения для молодых граффитиеров. Блин, как мертвые могут делать полезное для живых. Да, если живые, сами живые, а не мертвые. Ты посмотри, здесь граффити даже на бордюре. Посмотри. Не, пока вот это мое любимое. Ну, потому что смотри, здесь эффект открытия. Ты не смотришь под ноги, а когда посмотрел, ну, ты видишь, ты видишь – кайф. Пару месяцев назад мы рассказывали вам про не самую известную столицу России – город Александров Владимирской области, когда-то столица опричной. Сегодня у нас продолжение сериала, и мы в яблочной столице России – город Мичуринск, Тамбовской области. Мичуринск – единственный в России аграрный наукоград и место, где большую часть своей жизни жил и работал великий русский биолог и селекционер Иван Мичурин. Город тогда назывался Козлов, но еще при жизни Мичурина был переименован в его честь. Яблоки – важнейшая часть городского контекста. В Мичуринске есть несколько памятников на эту тему, а в самом городе и окрестностях много яблоневых садов. Приезжал я в Мичуринск в идеально белых кедах – плодородная русская почва, которая кормит нас. Урожай здесь можно будет собирать только летом, но сейчас в доступе только импортные сорта. Поэтому всеми продуктами для этой интеграции, а нам были нужны в том числе яблоки, мы закупились в супермаркет. Вся эта красота нам нужна, чтобы протестить еще один девайс от наших корешей из Эльдорадо – высокоскоростной блендер Moulinex Infinimix Plus. Лето наступает, мы с Серегами, как уже не очень молодые люди, ведем неравный бой за фигуру. Итак, готовим смузи сельдерей, мята, киви, яблоко, вода, лед и мед. Так, водичка, мята, сельдерей. Киви, сказали, что можно с кожурой. Картошка в мундире – это же полезно, киви тоже полезно. И яблоко. Лед. И медок подсластить. Закрываем. Крышка устроена так, что если ее не замкнуть, то он не будет работать. Это для того, чтобы случайно не сделать смузи из пальцев. Погнали! Это реально очень вкусная штука, но сразу чувствуешь себя немного Серегой Фирсовым, потому что сразу как будто наливаешься спортом, здоровьем. Очень удобная опция для тех, кто хочет иметь вкусный перекус до или после тренировки. Помолоть можно в специальном стакане, который прилагается в комплекте, потом его снять. Снять вот эти лезвия, накрыть крышкой и никуда не переливая отправляться или на тренировку, или по своим делам. Лезвие в этом девайсе вращается со скоростью 35 000 оборотов в минуту. Поэтому в нем можно одновременно измельчать много твердых ингредиентов. И на выходе все равно получится очень нежный продукт с воздушной текстурой и без комочков. Им очень легко управлять. На сенсорном дисплее есть пять автоматических программ. Смузи, колка льда, сорбет, десерт, автоочистка. Просто выбирайте нужный вам и блендер все делает сам. Купить блендер MULINEX INFINIMIX PLUS по самой выгодной цене можно в магазинах, на сайте и в приложении Эльдорадо. А с промо-кодом вдуть5000 это будет еще выгоднее. Скидка 5000 рублей. По ссылке в описании все детали. Переходим и заказываем. Только что мы были в Сан-Паулу и прямо сейчас мы перемещаемся в Дагестан. Саша, скажи, почему мы оказались в Дагестане после мировой столицы граффити в Сан-Паулу? Нас привело сюда помимо любви к югу и к прекрасному Каспийскому морю. Про юг смешно звучит, как ты одет. Да, я как раз об этом. Привело нас любовь привела к уличному искусству, к стрит-арту, который совершенно неожиданно и прекрасно распространился в Дербент. И стал здесь просто-напросто одной из достопримечательностей города. Как это вышло? Потому что я когда объяснял даже внутри команды, что мы едем снимать стрит-арт в Дербент, все думают, что я разыгрываю людей или там я что-то перепутал. Как это вышло? До 2019 года ты бы действительно разыгрывал, но с того момента, то есть уже два года, здесь проводится фестиваль граффити, фестиваль стрит-арта. Два инициативных человека, Тельман Раджапов и Гаджи Атаев, если не ошибаюсь, так их зовут, они просто сами решили пригласить сюда лучших российских стрит-артистов. Моментально согласилась мэрия, моментально они нашли спонсоров, готовых оплатить краску, потому что краски для таких огромных стен нужно много. Соответственно, все, в 2019 году первые то ли четыре, то ли пять человек приехало со всей страны. Лучшие, ну почти лучшие, реально лучшие, еще есть чуть-чуть сверху лучших у нас в России художников, но вот эти пять точно все входят в это число. И в 2020-м они повторили, как только в пандемии образовалась пауза и можно было что-то делать на улицах, они повторили в 2020 году осенью этот фестиваль еще раз. Это, в своем роде, уникальная работа. Она нарисована в жанре «тромплей». Это такой подвид 3D-арта. Когда человек рисует объекты, которые с определенного ракурса, видно, что они как будто бы живые. Как будто бы объемные. «Тромплей» — это в переводе с французского «обман зрения». Проще по-русски обычно говорят «обманка». А это наш Данила Шмелев «Шоззи». Он в таком жанре, он в разных жанрах рисует, но это его конек. Он в нем по всей Европе рисовал традиционное дагестанское чипити. Стоп, а это же тень нарисованная или это тень? Конечно. Ну а как? Не, я реально думал, что это тень от солнца. Или я тупой. Это два варианта. Или получилось, или я так себе зритель. Ты не раз говорил про недолюбленность в детстве. Я правильно понимаю, одна из причин в том, что твои родители не разводились, хотя давно друг друга не любили? То, что между ними не было любви взаимной, это точно. Со стороны мамы, в сторону отца была любовь, мне кажется, но это уже, получается, не совсем любовь, когда без взаимности. Вот. У них была какая-то другая история отношений. Они какое-то время и не жили вместе. И это как раз пришлось на мой пубертатный период, такой самый яркий, там, 14-15 лет, как раз, когда у тебя формируются комплексы, так мощно формируются, точнее, оформляются то, что начало там лет в семь формироваться, вот оно в 15-14 приобретает прям законченную форму, и дальше с тобой это уже по жизни идёт. Это дальше то, с чем надо работать тебе уже, развивать в себе, преодолевать, вот это всё. Вот в этот самый момент отец так слегка ушёл из семьи, мягко говоря, уехал. И я, конечно, с тех пор всегда был на него обижен, ощущая эту брошенность. А мама, ну, они советские очень такие люди, в том смысле, что они работали. То есть главное для советского человека было что? Главное, чтобы ребёнок был одет, обут, типа, чтобы он не бухал там, не пил там, не шлялся чёрти где, да, чтобы вот учился, о, нормально, всё, значит, нормально. А с душевной теплотой в Советском Союзе всегда были проблемы. Это было на уровне, я бы даже сказал, на уровне психологии, так было принято. Если у нас ребёнок не в обносках ходит, значит, всё нормально. Вот. Ну и мои, соответственно, много работали. И так я был одет, обут, всё нормально, учился хорошо, отличник. Вот. А что там у меня в душе происходило, это как бы не особо интересовало. И так жили, мне кажется, подавляющее большинство советских детей. А чего тебе не хватало? То есть что они могли сделать? Внимание! Понимаешь, вот что-то у меня там происходит в моей маленькой, подростковой, детской ещё даже жизни. Какое-то событие. И ты пытаешься им поделиться и понимаешь, что неинтересно взрослому. Что у него свои большие, ну не знаю, там… Хоть первый поцелуй, хоть первая девочка, которая понравилась? Кто-нибудь тебя побил там на улице, знаешь, там, подрался с кем-нибудь. Вот. И ты там хочешь это рассказать, потому что на самом деле это какой-то стресс ведь всегда. Ну и вот эти мелочи, они, не получая достаточный ответ, ты начинаешь просто потихоньку понимать, что этого и не будет. И начинаешь учиться жить самостоятельно. Хотя на самом деле в возрасте там 10-12 лет это неправильно, я считаю. Вот. Ну, короче, вот это и есть, это и называется. Из этого и формируется потихоньку, потихоньку формируется вот это ощущение отсутствия теплоты. И ощущение того, что ты не находишься в безопасности, что ты как бы сам за себя можешь только отвечать, а со стороны помощи, в общем-то, и не жди. Это общая проблема воспитания советских детей. Целых поколений, я считаю. Есть, конечно, исключения, безусловно. Но они как раз скорее подтверждают правила. Вот это. Ты когда батей стал, сделал какие-то выводы на этом? Ни черта. Я слишком рано стал отцом. Мне было 20. Я вообще поздно взрослел. Я вообще сильно отстаю в развитии. Во временном, лет на 10 примерно от своего биологического возраста, я так считаю. То есть, когда мне было 20, мне было лет 10 на самом деле. Главный шок для многих, когда группа «Анимал джаз» стала популярна, когда узнавали твой возраст. Ну да. Ты был сильно старше, чем обычно были солисты групп, которые прорвались. Да, да. Но при этом я чувствовал себя сильно младше. И, как бы, я, естественно, никаких выводов не сделал. И сейчас я пожинаю уже со своей дочкой эти плоды. Да, у нас с ней хорошие отношения, но настоящей эти плоды нет. Именно потому, что я в свое время просто ушел тоже из семьи. Это были объективные причины, другому было нельзя. Но, тем не менее, я фактически, блин, продуцирую вот этот момент недолюбленности у жены своего ребенка. Я надеюсь, что как-то надо потихоньку прерывать это все нам. Друзья, блин, всем вместе. Ты ушел, потому что несчастные родители не воспитают счастливых детей? Да, потому что это, в частности, было связано и с моим личным опытом. Потому что у меня было созрело лет в 15 глубокое понимание того, прям осознание, я его прям несу всю жизнь, что если родители друг друга не любят, ну или хотя бы один второго не любят, то надо расходиться, потому что это очень хорошо чувствуется. Это очень хорошо чувствуется детьми. И они вбирают в себя этот опыт как опыт лицемерия какого-то происходящего прямо в твоей семье. По мне лучше честный разрыв, чем лицемерное поддержание статус-кво. Вот когда дошло дело у меня до такого, я, конечно, ушел. Сколько ей сейчас лет? 27. Она химик? Она химик, да. Причем перспективный, надеюсь, химик-ученый, да. Геохимик. Клевая работа. Да, да. Причем она ее выбрала не так, как и я в свое время свое выбирал. Она выбрала то, что ей давалось тяжелее всего. Все-таки она от меня отличается, это хорошо. А почему так? Ну вот она намеренно пошла туда, где… Вот она вообще гуманитарий по складу, как и я. Она пошла в химико-фармацевтический, в Хармацевтическую академию питерскую. Сложнейший вообще вуз. Специально, чтобы преодолеть вот этот недостаток в себе. Мы когда садились сюда, у нас были… Ну, в общем, ты пацанам высказывал пожелания. И ты сказал, что одной из своих сторон ты похож на своего отца. Да. А тебе неприятно это вспоминать? Я не знал никогда, почему мне не нравится вот этот мой профиль. Вот мне нравится он и все. А с отцом это сразу? А потом я понял, да. Я понял, что я просто в этот профиль один в один. Ну, я вообще много чего в жизни делал наоборот. Я вот представлял, как бы сделал мой отец и делал наоборот. Настолько большая обида. Большая. Прям мощная. И мы так и не разрулили с ним. Он сразу свалил из этой жизни раньше, чем мы успели с ним разрулить. Ему было 67. В 2007 он даже не дожил до успеха трех полосок. Хотя он очень болел и горел за мою музыку. Он прям переживал сильно. И не дожил. Вот это, блин, то что… Вот где попрыгать классно. Вот это одна из таких знаковых работ. Она даже во всем мире известна. Это, во-первых, один из самых крутых бразильских стрит-артистов. Эдуардо Кобра нарисовал. Кобра? Он у нас в Москве рисовал. Он рисовал по всему миру вообще. Он был в Москве? Он рисовал балерину, Майю Плесецкую рисовал. Один из самых знаменитых мурлов наших московских. Это он нарисовал. А кто вот это такой? А это, блин, я всегда думал, когда смотрел, ловил фотографии этого дела, я думал, что это Уильям Дефо, да, актер голливудский. Ну а нет! Это, между прочим, местная звезда Том Зе. А актер? Нет, это легенда местная музыкальная. У него собственный стиль, который называется Тропикалия. Это типа как сердце? Это психоделический плюс бразильская музыка, плюс еще что-то, еще что-то, плюс самба, румба, вот это все. И, кстати, у нас в Москве есть небезызвестный Псой Короленко. Да. У которого есть проект совместно с Юлией Тиуниковой, еще с кем-то там. Алиса Тен, по-моему. И они поют песни в стиле Тропикалия. Называется проект Дефенса. А что у нас в Москве тоже есть свой Том Зе. Слушайте, а интересно, у Тома Зе в действительности такие же белые зубы? Просто посмотрите, а? Обратите внимание на реализм, да? У него даже они такие же кривые, как были при жизни. А, кстати, при жизни он еще жив вообще-то. Блин, ну то есть в разные стороны. 36-го года рождения, чувак. А вот на, то есть. Да, это Кобра. И ни одного, обратите внимание, ни одного здесь был Вася поверх. Уважуха и респект. Во-первых, Тома Зе уважают очень, ну прям легенды местные музыкальные. Ну а во-вторых, Эдуардо Кобра тоже заслужил. Если бы мы были не за натуралистичность, то мы бы сейчас зашли за угол, сделали бы там пару десятков шагов, и я бы сказал, что это? Этого не может быть. Но я, к сожалению, прогуглил это, случайно в гугле наткнулся несколько дней назад. И поэтому изображать удивление я не буду, поэтому проанонсирую. Поэтому изображу я. Ты тоже в курсе. Друзья, мы сейчас завернем за угол, и вы увидите там то, во что невозможно поверить, находясь в тысячах километрах от Москвы. Пройдемте. И вот теперь немножко наверх. По лестнице, да? Это долинг? И вот… Саша, объясняй. Сан-Паулу, Бразилия, Александр Калягин и здравствуйте, я ваша тетя. Да, это, кстати, нарисовано, между прочим, потрясающими питерскими художниками «Худграф». Команда называется «Худграф». Вот они это нарисовали. И посмотрите, обратите внимание, насколько местные вандалы с уважением относятся к нашему прекрасному актеру. Ну не все, не все. Вот ты видишь, как они по краешку там… Вот ты видишь, как она офигевает от того, что она сама оказалась в Бразилии? Ну что, кто у нас тут? У нас тут Элвис Пресли. Насколько я понимаю, это Джонни Рамон. Это Пол Стэнли. Это Слэш. Ну не иначе, как Озик. Ну и, конечно же, Джимми Хендрикс. Арисовал Лоу Коз. Большой молодец. Кто из них твой фаворит, как музыкант? Я думаю, что… Одного! Хендрикс, Хендрикс, однозначно. Джей Революционер. Ты же обидчивый парень. Я, кстати, обидчивый в узком количестве вещей. Но в некоторых моментах сильно, а в глобальном — нет. Просто если смотреть твое интервью, то может сложиться впечатление, что ты обижен на всех. На молодых рэперов за то, что пустые. На зрелых рэперов типа Оксимирона за то, что отказались от фита. На радиостанции за то, что не вставили три полоски и вообще animal jazz, и пропустили целое поколение людей, которым нравилась такая музыка. И даже мы, когда готовились, там, парни из нашей творческой артели, они фиксировали. Юрец! Ну он же обижен просто на весь мир. Ну, в общем, плохие психологи, ребята, вы. Из всего, что ты перечислил, у меня есть обида только на радиостанции. На программных директоров конкретно. И то там связано это с конкретными моментами, случившими. Вот один момент, например, хочешь расскажу? Который просто… Это реально глубокая обида в моей жизни. А вот все остальное, что ты перечислил, рэперы там, что-то еще там, это какая-то вообще-то хрень. Ну, неправда. Нет, конечно. Люди круто делают свое дело. Молодцы. Да нет. Про программных директоров. Приезжаем мы на одну радиостанцию, не буду ее называть, не хочу. Блин, у нас с ним сейчас очень хорошие отношения. А тогда там сменился, значит, программный директор. Мы приехали к нему знакомиться. Это 2006-2007 год. Мы еще группа такая, не топ, да, но такая уже имеющая вес даже на нашем радио. Там уже какие-то песни в чартовой дюжине, что-то такое. И вот мы, будучи в Москве с концертом, заехали днем познакомиться с новым программным директором. И заодно привезти ему нашу, как нам на тот момент казалось, хорошую песню «Три полоски». Она еще даже не вышла тогда на альбоме, у нас просто вот только что мы ее слили. Да, все, мы приехали, да, все, встречаемся, показываем ее. Он слушает. Да, ребят, ну, может быть, это, конечно, и хорошая концертная песня, но это, во-первых, не хит ни разу. Вообще. Я не понимаю, в этой песне людям просто нечего, причем он даже не дослушал. В этой песне людям нечего напевать. Это раз. Второе. Вот это джазовая вставочка после первого припева. Джазовую вставочку он назвал, когда синтезатор играет… Это для него джазовая вставочка. Это программный директор, музыкальный рок-радиостанция. Вот он так разбирается в музыке. Ладно. Я тогда сильно обиделся, но подумал, ладно, ничего. А потом, ну, мы играем эту песню на концерте еще до того, как она вышла. Первое же исполнение песни «Три полоски». На первом же концерте я очень хорошо запомнил. Люди вообще в первый раз слышат эту песню. Второй припев они уже поют. Ну там что-то там… Уже все, уже пошло. Ну, конечно, в этой песне же нечего петь. Вот это да, это у меня прям до сих пор жива обида. Потому что я считаю, что вот так вот… Это самое мерзкое, что можно сделать, имея власть. Это взять и вот так вот просто взять человека. Приопустить слегка. Саша… Саша… Не разбираясь в чем, дневникая. Саша… Ты все равно победил. Я не победил. Потому что эту песню в итоге ни разу, ни на одной радиостанции страны в эфире не была. Она была в разовых передачах, но никогда не была в ротации. А давай объясним людям из 2021 года, почему ротация — это так важно. Тогда это было важно, сейчас это уже не важно. Сейчас все круто и без ротации, и прекрасно. И… А тогда это было важно, потому что 2006-07 год радиостанции и телевидение имели огромную роль. Ну и опять же, пострадало вот это мое, понимаешь, вот это мое ощущение нужности. Я хотел быть нужным. Вот. Так что нет. Вот это да. А все остальное к чужому… Чужим достижениям… У меня есть только знаешь, что называется белой завистью. Вот когда я слышу Горгора от Оксюмирона, да, я понимаю, что это глыба. Это вот по-настоящему крутой концептуальный альбом. И у меня белая зависть в том смысле, что, блин, я тоже хочу только так попробовать, но я так не могу. Ну а это прям вот ощущение того, что рядом с тобой кто-то сделал круче, чем ты. Это круто, это офигенно. Это, кстати, прям приподнимает тебя. У меня лично это добавляет позитивных эмоций и оптимизма. Что раз кто-то может сделать круче, значит, и я теоретически тоже могу сделать еще круче. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Со моей спиной доказательство того, что наши российские художники умеют каллиграфию. Это Руслан Магомедов, 1.3 у него ник. Зашифровал вот таким вот прекрасным образом стихотворение «Мой Дагестан» народного дагестанского поэта Расула Гамзатова, самого известного дагестанского поэта на планете Земля. «Мой Дагестан», стихотворение, в котором Расул Гамзатов, вкратце, если переводить, передавать, говорит о том, что заморские страны хорошо, столицы хорошо, но Дагестан круче всех. Это диптих. То, что называется «Две картины, объединенные одной идеей». Это Рустам Кубик, вот он дальний нарисовал. Это казанский художник. А это Алексей Демкин, это Рязань. Вот они объединились для того, чтобы изобразить два начала, две стихии. Земля — мужское начало, и вода — женское начало. Дагестан — это ведь что? Это Каспийское море и горы. Море, если что, в 50 метрах. Море там, город Амадербент. Вообще, кстати, это город, располагающийся в самом узком месте между горами и морем. Это очень поэтому всегда был стратегически важный военный пункт. Художникам они согласовали, я так понимаю, что они конкретно будут рисовать. И им полностью отдали свободу стиля. И вот в итоге мы видим, что Рустам Кубик, он у нас мастер сюрреализма. В принципе, он в сюрреалистической картине пастуха нарисовал с горами, с куском горы, да? Дема нарисовал в своем стиле немножко глич там вот снизу вода. Это его фирменный приемчик. Что мы видим? Мы видим, как грамотно и круто совместились индивидуальная манера вовсе не местных художников и сюжеты, которые взяты прямо вот отсюда, из этой жизни. Теперь посмотрим, что у нас вокруг, да? И насколько вот эти вот картины становятся ярким пятном, краской. Если учесть, что здесь еще набережная, может быть, когда-то ее доведут до сюда, да? Здесь будут ходить люди, смотреть на это, смотреть на Каспий. И вместе это будет единое культурное пространство, понимаешь? Ну, надо сказать, что в целом в контексты вписываются органично. То есть ты никогда бы не подумал, что вот это не отсюда. Я тебе больше скажу, я смотрел отзывы местных в совершенно независимых местах, типа ВКонтакта, какая-нибудь группа «Мой Дербент», там, допустим. И, ты знаешь, я такого единодушия не встречал очень давно по поводу стрит-арта. Ну, 95% говорят «О!» Типа, местные. Наблюдаю четкий тренд в русскоязычной музыке, которую делают молодые. Главенство ритма, грува, кача, как угодно, над текстом и смыслами. Да. Подача важнее того, о чем, собственно, поется. Это не зависит от стиля. Есть и в роке, и в рэпе, и в поп-музыке. Это и не плохо, и не хорошо, МХО. Да. Ну, это же ворчание немного, нет? Ну, это, безусловно, ворчание. Я вообще-то так ворчу лет с 15 на всякие разные темы. Но в данном случае я не могу этого не отметить, понимаешь? Я так периодически слушаю новинки всякие разные. Причем меня интересует инди-музыка, ну, что-то такое, знаешь, что где-то должно быть родом из подворотина, в общем, откуда-то оттуда, из подвалов. Вот. И периодически попадаются реально жемчужины, но основная масса, я заметил такую вот эту тенденцию, что вот надо бы просто найти какой-то интересный момент, спеть. А поешь, что ты при этом какую-то реально хрень. Ну, вот если взять, снять вот эту всю шелуху обработок, аранжировки, да, всю шелуху снять, остается просто «я люблю тебя, ты любишь меня, пойдем погуляем». Ну, ела-пала, чувак. Ну, нет, это тоже иногда уместно и классно, но когда на этом все творчество построено, из песни в песню вот такие примитивные послания, смысловые послания идут, у меня возникает вопрос всегда один, ну, блин, а… а имеет это… ну, как бы зачем это вообще? К чему это? Песня номер два группы «Блёр» не такая же? «Санкту». Ну, ты видишь, вот здесь много таких примеров, когда вообще песня из одного слова может состоять, в ней есть другая составляющая. «Санкту» — это драйв. Потом, кстати, английский я плохо знаю, поэтому я не знаю. Если бы я был англоязычный брюзжатель, да, может, я тоже побрюзжал бы насчет «Санкту». Но в ней есть драйв, в ней есть выстрел, в ней есть, как там говорят, кстати, программные директора, по-моему, так говорят «хук». Вот это «вух-вух-вух». Мы это все время используем, когда едем на гастроли в город Уфа. «Вух-вух-вух-вух». Ну вау. Но это другое, понимаешь? Это другое. Это же не обязательно много слов должно быть в песне. Вот смотри, вот, блин, во. Вот конкретный пример свежей земфира. Значит, существует Российская Индия, цветет пышным светом. Там куча групп, у них альбомы, у них там творчество, они там дают интервью, они играют уже в фестивалях. У них миллион, кстати, поклонников, и это правильно. А потом просто появляется сорока с лишним летней озема с новым альбомом, инди-альбомом, она выпускает просто инди-альбом. Упускает и показывает сразу, кто в доме хозяин русского Индии. Тебе понравилось? Да, и не только мне понравилось. Сразу там сколько она, месяц держалась на первом месте в Apple Music, я так периодически заходил, потому что у нас в этот же момент вышел наш альбом «Zero People», и я поэтому частенько заходил в чарты, смотрел, как там мы. Зьома на первом месте месяц во всем СНГ, во всех русскоязычных странах. Apple Music — это сейчас самый главный и единственный, на самом деле, объективный чарт. И вот там Зьома выпускает альбом, инди-альбом. И он занимает первые места не потому, что это Земфира, а потому что ей есть что сказать. Понимаешь? Она говорит о себе. Она говорит самое интересное, что в этом мире есть. Она говорит только о себе. Но она, будучи гением, надо людей при жизни, мне кажется, уже начинать называть так, они когда не умрут. Она умудряется это сказать так, через такие образы, простые причем, что каждому, кто слушает, каждому становится это близко. Ну или это, или это. Я же не говорю, что весь альбом там проглатывают, да? Она умудряется найти такие словесные, простые человеческие выражения, не будучи великим поэтом русского языка, я считаю. Вот в отличие от Васильева, который реально поэт, большой. Ее тексты — это все-таки тексты к песням, но она настолько умеет зацепить в себе и вытащить, и так это подать, что это становится не только ее, но уже и моим, понимаешь, как слушателям. Как будто бы это я сам прожил. Это гений, гений. Поскольку мы снимаем в Дербенте, то не могли пройти мимо самой новой достопримечательности, которая здесь есть. Здесь не только есть уличное искусство, но и теперь… — Есть уличная магия. — Вот это штуковина. — Да, это единственный существующий в мире военный экраноплан. Ну, сейчас он существует в виде такого, да, макета, ну, на приколе, как говорится, стоит. Но вообще он реально летал и реально стрелял. — Экраноплан — это что? Это водный самолет? — Это наполовину судно, наполовину самолет. Судном его делает то, что он, в принципе, зависит от воды, поскольку летает он на высоте 4-14 метров от воды за счет вот этого экранирующего эффекта, создающегося благодаря крыльям. То есть он может, соответственно, перелетать через небольшие неводные преграды, через острова какие-то невысокие там, через, не знаю, там, ледяные какие-то заторы. То есть это вообще, на самом деле, крутая штука. Развивает скорость, вот этот конкретный, развивал скорость, ну, официально 500 км в час. Но местные знатоки говорят, что до 700. — Почему он здесь? Он эксплуатировался или что? — Он построен был в Нижнем Новгороде. — Испытание он проходил в Каспийске где-то в районе 90-х годов. Принято было решение его законсервировать, поскольку выяснили, что эффективность его во время боя сомнительна. К тому моменту, когда идея кронопланов в 70-х годах или в 60-х появилась, еще не было настолько совершенного спутникового слежения. К концу 80-х просто корабли его отслеживали раньше, чем он мог к ним подлететь. Его главная цель — вот эти шесть ракет наверху, там видно пусковые установки, их шесть штук у него, каждая уничтожает авианосец одним попаданием. Он — убийца авианосцев, для этого он был создан. Но авианосцы к тому времени обзавелись спутниковыми системами слежения. — Слушай, тут выяснилось, что все-таки еще второй такой был. — Да-да-да, вот я же говорю, на самом деле, вот местные знают все. Был «Каспийский монстр», КАЭМ, сокращение «Каспийский монстр», его прозвали американцы, увидев его то ли из космоса, то ли как-то шпионски. — А в «Каспийский» он испытывался просто, да? — Да, их было два. Ну вот я про «Каспийский монстр» узнал только сейчас, поэтому… Ну это круто, это реально круто. — Да. «Лунь» и «Каспийский монстр». По-моему, это просто русская вселенная супергероев, могла бы так называться. — Ну, супергерой «Лунь» — это что-то… — Да! — Это типа развитый «Лунтик», я не знаю, как это… — Это выросший «Лунтик». Это «Лунтик», который накачался просто вот на турниках на пляже. — Вот посмотри на него, посмотри. — У тех, которые на пляже. — Ты вот о нем говоришь сейчас. — Да. — Он скорее, знаешь, на паука похож, восьмиглазового. — Ты посмотри на его мордашку и скажи, что это не «Лунь». — А? Ну милаха. — Чисто «Лунь». — «Лунь» — да, но не «Лунтик». — Слушайте, а… — «Лунь» лучше подошло бы. — «Экраноплан», у которого мы были. Там, как я понимаю, собирается сделать чуть ли не «Парк Патриот» местный. Но мы уже, когда упаковывались, Серега… — Свезли там же какие-то еще уже эти… — Уже есть экспонаты военные, но мы, когда упаковывались, Серега произнес мысль, что как круто было бы и это в арт-объект превратить так, чтобы демилитализировать его. — Да. — Могло бы такое быть или это нелепо выглядело бы на военной штуке? — Выглядело бы офигенно, блин, Сережа! Надо тебя послать в Дербент и главному архитектору Дербента идею подать. Потому что, ну… Ну, ела-пала, разукрашенные танки, они же от этого танками не перестают быть, но это снижает сразу и пафос, и накал, ну… — А что, прям в «Цветочки» можно было бы его? — Ну, в «Цветочки» не знаю. Я бы какого-нибудь крутого г-райтера пригласил бы и разукрасили бы его. Произведение искусства бы сделали. — А в какую сторону? Вот я просто пытался приставить. — В сторону, я не знаю, там… Кстати, нарисовали бы на нем реально такого стилизованного дракона, пасть дракона какая-то там, что-нибудь такое… Такого китайского типа, с этими завитушками там. Ну, крутая, на самом деле, была бы тема. Но у нас же это не принято, у нас же все серьезно. У нас же, если танк стоит, то это танк, он же стрельнет. В этом его суть, чтобы он… Он для этого и стоит. Хотя должен бы стоять, чтобы развлекать, на самом деле, я считаю. Да, если уж танк стоит. — Развлекать? — Ну, если вот на нашествии ставят танки. Там же главный конфликт последних лет нашествия был связан с тем, что… — Ну вот стоки армии быть не может. — Да, да, да. Ну вот взяли бы, разукрасили бы как-нибудь. Прикольно. Сразу бы снизили бы накал, напряжение, мне кажется. — Тебя танки не смущают? — Нет, мне не смущают танки. Я не танкам пою, я людям пою. На нашествии. И везде. Вообще. — Мы вчера говорили про Агату Кристи. Как ты сам интерпретируешь конфликт, который между двумя братьями случился? — Удивительно трагичная, я считаю, эта история все-таки. Потому что парни мало того, что родственники, да, это ладно. Они еще и одно дело делали, причем крутое. Вот, и такой след оставили, и так разойтись. Как его интерпретируешь? Просто один ушел в одну сторону, другой в другую. Как гражданская война в России в семнадцатом году. Просто перелом времени переломил пополам. — Если кто-то не в курсе, один за скрепы и прочие вещи, а другой вполне либерален, насколько я понимаю. Хоть и занимается саморазрушением очень сильно. — Да, они оба занимались, но один остановился, а второй продолжает. Но я в этом смысле понимаю, что тут дело не в каких-то допингах или веществах, а дело просто в мировоззрении. И это, конечно, трагично. Вот на примере братьев Самойловых мы можем увидеть, как это может быть в России, если у нас начнется какая-нибудь заваруха а-ля семнадцатый год. Запросто в пределах одной семьи начнутся такие расхождения. — Кто из них тебе ближе сейчас? — Ну, честно говоря, был бы Глеб, если бы не саморазрушение. Вот это мне никогда не близко, я этого не очень понимаю. С позиции, конечно, естественно, я же не Крым наш, я анти-крым наш. — Минякао — это виадук, автомобильная трасса. В обычные дни здесь ездят машины, но по случаю нашего приезда, но нет. — По случаю выходных, я так понимаю, вот такими воротами они закрываются. — Да, по выходным и праздникам они закрывают его и делают пешеходным. И это просто реальный подарок горожанам, которые любят бегать, ездить на велосипедах. И он длиной 5,5 километров, и он пронизывает центр весь. То есть это еще очень удобная трасса для людей просто прогуляться. Кроме того, это картинная галерея, причем таких вот мурлов, которые высотой с 15-20 этажей. Вот этот… — Кобра. — Хотел его специально отметить. Да, это Эдуарда Кобра, название ее — Десница Божья, рука Бога. Вот я хотел по этому поводу сказать одну вещь, которую давно хочу высказать. Не было случая, а вот представился. Рассказать небольшую мою теорию по поводу того, как коррелирует искусство граффити, граффити-культура и христианское понимание свободы воли человека. Это вообще интересная штука, вообще свободы человека. В христианстве есть такое слово — кинозис. Оно означает… Это простая вещь, на самом деле. Оно означает самоограничение божества, самоумоление божества. Суть вот в чем. Люди наделены свободой воли. Если с христианских позиций устройства мира исходить, да, все создано Богом. Бог творец, Бог всемогущ, Бог может все, Бог просто все, Бог есть мир. Соответственно, почему Он позволил людям проявлять вот эту свободу воли? Почему Он им дал вообще? То, что Он им дал — это факт. Люди могут не соглашаться с Богом, могут отрицать Его наличие, могут что угодно делать. Зачем ему это вообще нужно было, если Он всемогущ? Вот этот парадокс в христианстве разрешается очень красиво, я бы сказал, элегантно. Бог сделал это из любви к человеку. Из великодушия. Из любви к своему самому любимому созданию. Бог принимает человека таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Дает ему свободу воли и дает ему свободу решать, быть со мной или не быть со мной. Впустить добро или свет в душу, или остаться на стороне зла, или еще как-то иначе. Вот это самоумоление, кинозис — это то, что сделал Бог по отношению к людям. Он ограничил свое всемогущество и оставил свободу воли. Понимаешь? Он бы мог просто приказать людям делать то, что они хотят. То, что Он хочет. Он ограничил себя. Что делает художник, когда рисует на стене картину? Не для галереи художественной, где она сохранится, может быть, веками и вечно. А рисуя шедевр на временном полотне, зная прекрасно, что завтра, послезавтра дождь половину смоет. Потом придут вандалы, закрасят. В общем, так или иначе, рисует шедевр, понимая, что это временно. Это и есть самоумоление своего эго. Понимаешь, что делает художник с собой? Он поступает так же, как Господь Бог с людьми. Он свое эго уменьшает. Окей, я понимаю, что я рисую шедевр, я понимаю, что я крут, но я также понимаю, что это временно. Вот в этом проявление, можно сказать, что корреляция между христианской этикой, свободой воли и культурой граффити. Вот этот вот мурал, десница Божья, Эдуардо Кобра нарисовал в память о своем тяжелом прошлом. Насколько я понимаю, в зависимости у него были мощные, известного свойства. И в какой-то момент он понял, что… Ну, короче, он почувствовал, что его спасают сверху. Ему дали возможность рисовать картины вот эти на стенах. Он стал потихоньку набирать известность, популярность. Его конкретно спасло искусство. Но он полагает, я думаю, что он не без основания полагает, что это искусство ему подарено свыше. То есть это такой подарок. Вообще искусство – это, в принципе, проявление любви. А там, где любовь, это всегда Бог. Пишасао. Пишасао – это бразильский специалитет. Это культ. Вот если граффити – это в принципе свобода. Как бы граффити и свобода почти синонимы. То Пишасао – это свобода внутри свободы. Это супер андеграундное искусство. Чисто бразильское искусство писать руны на стенах в самых малодоступных для этого местах. Ну, не только на них, потому что здесь это просто под крышей. Да-да-да. А вот там люди увидят, что это недоступно. Вся страна вообще в этих Пишасао… Пишадорис называются те, кто это делают. Они себя ставят на ступень выше, чем все остальные стрит-артисты. Потому что они, на самом деле, иногда занимаются реально опасными для жизни вещами. Например, для них совершенно нормально пролезть через какое-нибудь слуховое окно на голую стену, вбить там тут же крюк в эту стену каким-то образом, зацепиться за этот крюк, перевалиться чуть дальше, где уже никаких окон вообще нет, и вот эти свои вот такого типа иероглифы оставить. После этого ты смотришь на эту стену, на которой это слуховое окно даже незаметно, и вообще не понимаешь, как он это сделал. Они не пользуются лебедками вот этими, подъемными кранами, еще какими-то штуками. Максимум, чем они могут использоваться, это веревка или плечи друга. Известные случаи, когда Пишасао установились вот так. Трое, двое, один делали. И верхний там что-то рисовал. Как в цирке? Да. Пишут они совершенно не важно, что. Они пишут обычно свои имена или название своих крюк. А, а это то есть не послание какое-то, не шифрованный слоган? Нет, нет, нет. Они пишут вот такие вещи, самые простые. Тут главное, во-первых, всегда вандализм. То есть это никогда на разрешенном месте не делается. Вот. У них есть свои легенды, у них есть свои объединения полутайные, некоторые даже уже и не тайные. ОСРГС есть одно такое, например, объединение, про которое даже документальный фильм снимали в двух частях. Кстати, посмотрите, документальный фильм называется «Пешадорис». Снял его финский режиссер в 2014 году. Очень крутой фильм. Есть русские субтитры, в ютубе можно найти. Там про их… Они очень криминализированы. Это самое фавельное стрит-арт искусство из тех, которые есть вообще в Бразилии. И смотри, они пишут это в запрещенных местах, а «Кобра», чтобы нарисовать это, он же разрешение получал. Конечно. Здесь мало того, что разрешение. Здесь, естественно, не за свой счет все это нарисовано. Это муниципалитет оплачивает. Эти все огромные муралы, они без разрешения… Ну, это нереально. Вот, кстати, «Пешасава» от слова «пища» — это дёготь, ртуть… В смысле, дёготь, воск, смола, вот, чёрная. Я думал это писать. Изначально в сороковых годах они появились, с прошлого века, они рисовали дёгтем. А потом, когда период диктатуры в Бразилии кончился, они возродились, потому что во время диктатуры их, естественно, всех замочили. После диктатуры они возродились, а теперь они протестуют против всего на свете вообще. А это какие-то звёзды рисовали, да? Вот это суперзвезда рисовал. Вот это Алекс Сенна. Это как примерно уровень «Кобры». Это у него «пешасава» в глазах, а вообще это он о том, что взгляд на мир через решётку собственных предубеждений. Хорошо. Хорошо. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Про депрессию. Есть ли в твоей жизни самый тяжёлый момент? По части психологического состояния? Да. 2014 год, когда я… А, нет. Самый тяжёлый момент был перед тем, как я в музыку пришёл. Это был самый ужасный момент в жизни, когда я ушёл из социологии. И вот между социологией и музыкой это был чёрный период, там полтора-два года. Когда… Ну, человек существует без смысла жизни. При этом понимая, что он подвешен, что ножки болтаются, вокруг чернота нарастает, и непонятно, куда идти, что делать. Ещё время такое было, 96-97 год. Такое, мягко говоря, снаружи не очень приятное время в России. Так что это было… Да, это был однозначно самый тяжёлый период. А 2014 почему это назвал? Ну, там у меня произошёл слом личной жизни, такой болезненный очень. И… Такая очередная… Вторая в моей жизни вот после той потери такая слегка ориентиров, которую я только вот сейчас примерно более-менее восстановил. Как потеря ориентиров? Во чём выражалась? Ну, кому верить? Верить ли вообще людям? Если такое… Ну, если тебя как бы, условно говоря, предаёт человек, на которого ты поставил всё, ставку сделал в личной жизни сам. Вот. То как дальше, собственно, вообще верить кому-либо? Вот такой был момент. Но это было… Скорее, опять же, он был… Это была моя личная, как говорится, проблема. Человек-то меня не предавал. Человек просто разлюбил, полюбил другого. То есть это чисто такая логичная житейская история, которую я превратил во вселенское зло, снизошедшее вдруг на меня. Я с этим потихоньку разобрался без психологов, без помощи психологов. Это была Максим? Да. Ну, это… Да. Как вы познакомились? Её привели к нам на концерт. На анимал-джазовский концерт привели её знакомые нашего барабанщика. Её музыканты оказались знакомы с нашим барабанщиком. Музыкантская тусовка. Ну, вот она офигела от того, что увидела. А я считаю, что любой бы офигел, если бы посмотрел. Скромно. Ну, на анимал-джаз это однозначно. Я тогда был в хорошей форме, там, с гитарой вышел, там, что-то мы выдавали, там, какое-то шоу. Было круто. Да. Народу пришло дофига, там, полный зал, там, тысячи две с половиной. Ты удивился, что одна из главных поп-звезд страны у тебя на концерте? Да, потому что, да я бы и сейчас удивился, потому что это редко происходит до сих пор. У нас, мы существуем, как очень хорошая есть у Давлатова фраза, вершина питерского дна. Вот это про нас. Мы одна из вершин, одна из этих вершин питерского дна, которые, вроде бы как, не совсем андеграунд, потому что собирают там по Москве, там, вот там, пять тысяч человек, там, у нас в стадиуме, там, сольник. Но при этом про нас, мы приезжаем к Урганту сниматься какому-нибудь, мы вообще на первый канал приезжаем сниматься. И музыкальный редактор первого канала, которая работает там, как она сама говорит, 30 лет, даже названия нашего не слышала. И она мне говорит, блин, Animal Jazz, это уже после эфира. Вы такие крутые, нифига себе, я первый раз вообще вас слышу. Вот, поэтому это до сих пор было бы удивлением. И это всегда, когда к нам кто-то известный приходит, где-то мы там что-то узнаем, что веб-ложи там тут. И тогда это было вообще тоже круто. Она потом пришла в гримёрку, и мы тут же познакомились. Она просто была настолько под впечатлением, что сказала, приведите меня, хочу посмотреть на них. И как она говорит, это был у неё культурный шок, как она говорила. То есть она ожидала увидеть такого же, как на сцене чувака, который там сейчас, а я такой в очочках, в шапке, в углу сижу, там что-то, такой совсем не рок-звезда, говорится. На этом когнитивном диссонансе, видимо, у него интерес появился. Как долго ваши отношения продлились? Полтора, около двух лет. Ты комфортно себя в них чувствовал? Ну… Она суперзвезда, ты из андеграунда. Вот это меня вообще как бы совершенно… Это даже забавляло. Вот мы идём в зоопарк на зверюшек посмотреть, а главным экспонатом становится она, когда мы идём. То есть это для меня было… Я старался её как-то охранять, там, оберегать, там, не знаю, там… Для меня это было… Я её воспринимал как мою женщину. То есть не с точки зрения того, что у неё какой-то статус. В этом… Мне в этом помогало ещё и то, что я, несмотря на свою андеграундность, я же всё-таки собирал-то народу побольше даже, чем она, на сольных концертах тогда. Ну… Так что… Нет. У меня не было проблем. Проблемы были чисто личностные. Она очень сильный человек. Она… Жёсткая. У неё есть… Система собственная принципов. И… У меня есть своя система принципов, хотя не такая жёсткая. И мы с ней сталкивались просто вот в житейском плане. То есть в этом была сложность. Но мы оба очень эмоциональны. То есть мы взрывные. Такие, знаешь, как ядерный взрыв. Вот поэтому в этом смысле было непросто. А не в плане там каких-то внешних моментов. По твоей шкале, знаешь ли ты великая песня? Безусловно. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Вообще, её первые два альбома для русской поп-музыки – это круто. Вот. Хотя, несмотря на то, что опять-таки, будем говорить про смыслы, да? Про смыслы, вложенные в песни. С этим там, конечно, проблемы. Но вот эта вот… Эта девочка поющая, она настолько была цельным образом, настолько выразила какой-то голос вот этих окраин в своей музыке и манере, и даже в внешнем виде своём. Она и была, собственно, с окраин Казани. Что это настолько неотъемлемый уже образ российской поп-культуры. Я считаю, что да. Я её уважал. Она ещё, к тому же, автор же. Она же сама писала песни. Не все, но большую часть она писала себе сама. И тексты, и музыку. Это же вообще огонь. Да. Вы расстались, потому что она разлюбила? Она влюбилась в другого человека. Как ты об этом узнал? Она мне сказала об этом… Ну, я почувствовал там что-то не то. И она долго не тянула. В общем-то, всё было понятно. И я собрал вещи и уехал. Мы жили в Москве вместе у неё. У меня не было своего жилья на тот момент. Поэтому я просто собрал вещи и уехал в Питер. Это было трагично для меня. Потому что это был удар. Такой, знаешь, по моему эго. По моему чувству ЧСВ. Чувство собственной важности вот этого Кастанеды. Да. Но это была объективная реальность. Там был мощный мужик, в которого она влюбилась. Олигарх. Не просто олигарх. Ну, я уж не вдаюсь в эти… Закрыл для себя вот эту тему этого мужика. Я закрыл для себя там. Что-то в гугле порыл там тогда на… На, так сказать… На злобных эмоциях. И всё. И потом перестал интересоваться. Тебе никогда не посещали мысли, что это могла быть история, ну, не про эмоции, а про какие-то социальные вещи? В смысле? Он богаче тебя. Знаешь, какая штука? Она хотела, чтобы мужчина был сильнее её. Вот она… У неё было такое желание. Вот, прямо её мечта. Вот, чтобы мужчина был сильнее во многих смыслах. И в том числе, естественно, и богаче. Чтобы… Для неё вот это и есть опора. Понимаешь? Вот… Я ей мог дать только понимание. У нас было офигенное взаимопонимание во многих моментах. Какое-то взаимослияние, я бы сказал. Вот это… Какое-то, знаешь, как будто образуется какая-то сфера вокруг вас, где вы важны, а весь мир даже немножко не так важен. Но ей не хватало того, чтобы она… У неё там… Дочь. Вот… А если я перестану петь? Говорит она сама себе. Там… Какой-то надёжности, какую-то перспективу в будущем. Ну и… Богатые люди, олигархи, они же не просто так богатые. Это сильные люди, как правило. Мощные. В чём-то, в своём. Ну вот. Нашла мужика мощнее меня в чём-то. Это был трагичный момент? Да, для меня, да. Как ты его преодолевал? Ну, всеми доступными способами. Первым делом забухал. Вот. Мощно. Но я же не переставал играть концерты. А концерты группы Animal Jazz — это тенор, вокалист, который тащит высокие ноты, который двигается по сцене. И алкоголик просто этого делать не сможет физически. Это нереально. То есть выдерживать концерты Animal Jazz, будучи бухим — это Unreal. У меня был один опыт единственный. Я понял, больше так не делать никогда, потому что я просто не вытягиваю. Поэтому я брал себя в руки, пел. Не пил, соответственно. Когда не было концертов, опять пил. Ну, где-то полгода так продолжалось. Потом я очень активно стал путешествовать. Вот в тот момент я начал прямо истерично ездить по Европе. Ну, у меня освободились деньги, которые теперь мне не нужно было на Марину тратить. И я их начал тратить направо и налево в плане познания мира. Но это было скорее истеричное заглатывание мира, а не познание его. Я просто ехал в какой-нибудь Берлин там, вообще не знаю, куда я еду. И просто ходил там тупо по улицам. И пытался таким образом заглушить вопль чувака, которого бросили. Потом потихоньку стало сходить на нет это дело. То есть тут главное перетерпеть. Возможности самовосстановления человеческого организма прекрасны. Потрясающие в том числе и психики. Вы общаетесь? Какое-то время потом общались. Потому что у нее там было не все в порядке с личной жизнью. Она со мной этим делилась. Ну, где-то последние ее года два-три, три, не общаемся. Она очень хороший человек. Вот она как человек — это один из лучших людей, которых я встретил в своей жизни. Серьезно. То есть то, что было — дело житейское. И сердце, как говорится, не прикажешь. Но с человеческой точки зрения — это человек, который не предаст. То, что она сделала со мной — это ни разу не предательство. Это другая история чувства, это такая тема. Но вот в деле в каком-то или в дружбе — это офигенный друг, кстати. Вот. Пока мы ездили по Дагестану, ты произнес фразу, что у тебя бывали моменты в жизни, когда хотелось что-то с собой сделать. Вот. Один из таких моментов, пожалуйста, был. Как раз тогда. В четырнадцатом году. Ну, это, понимаешь, это все… это все истерические выплески слабого человека. Вот. Ты глухим это делал? Да, естественно. Почему ты остановился? А как-то подумал, так нет, погоди, у меня же еще концерты, у меня же еще есть чем-то заниматься. Понимаешь, если бы не было стержня, я так воспринимаю. Вот есть стержень, особенно у мужчины, вообще, мне кажется, у любого человека, должен быть жизненный стержень. То, чем он занимается. Условно говоря, дело, которое у него есть. Вот на этот жизненный стержень опираясь, можно преодолеть очень многое. Если ты его воспринимаешь именно как прям суть свою. Вот я так понимаю, что, когда я думаю о личностях вроде Курта Кобейна, да, которые прямо вот решения принимают уйти из жизни, я так понимаю, что человек просто утратил понимание музыки как стержня. Она для него перестала просто быть ценностью. Такой вот прям неоспоримой ценностью, то, чем он занимался. Мне кажется, только это может выключить тебя вот в этом смысле. Ну, если про наркотики не говорить. Подстержень — это дело воспринимает? Я воспринимаю... Занятие? Ну, для мужчины это дело, мне кажется, да. Для женщины? Для женщины может быть тоже дело, может быть семья, может быть что-то другое. Но с женской психологией у меня не так все хорошо с пониманием. Я вот... Это классная, самая большая, близкая и при этом не изученная область человеческого знания — это женская психология для меня. Не для меня загадка, и это круто вообще. Я так считаю. Покрас Лампас разрисовал набережную Дербента. Даже точнее ротонду, там есть такое место — ротонда. Вот, собственно, там он отфигачил. К Покрасу Лампасу неоднозначное отношение, как я понимаю. Ну, оно неоднозначное среди графитчиков, райтеров. Потому что парень пошел в фэшн-индустрию, он пошел в медиапространство, активно пошел. Но на сегодняшний день это самый известный в мире российский, ну, как сказать, райтер. У него собственный стиль — каллиграфутуризм он его называет. То есть у него каллиграфия новаторская такая, своеобразная. Вот что касается уважения к Покрасу Лампасу, мне кажется, любой, кто умеет делать примерно то же, что и он, должен испытывать уважение. Вот этот чувак на ротонде, вот эта надпись круговая, он ее нарисовал фристайлом. То есть, когда эскиз у человека в голове, он наметил центр композиции, поставил туда, условно говоря, колышек, натянул нитку и пошел по кругу рисовать вот эти свои каллиграфические буквы, слово «дербент» на куче языков мира. От персидского до армянского, грузинского, азербайджанского, там, по-моему, русский есть, в виде вот этих своих графем. Это такие символы, которые он сам их придумывает. И они включают в себя различные, различные алфавиты. Арабские могут, в одной графеме может быть заключено несколько, так сказать, алфавитов. И вот он таким вот образом написал название города Дербент на разных языках. И он это сделал, внимание, еще раз говорю, фристайлом. То есть человек просто представляется, как это должно быть, и идет. И он рисовал на камне, а на камне это очень тонкая работа, нельзя промахнуться. Скосил, сложно будет стереть, мягко говоря. Но претензия к тому, что его везде много, да? Да, претензий не только везде много, а что вот он именно спутался с… Ну, не знаю, он разрисовал крышу дома, модного дома «Фэнди» в Риме, к примеру. То есть он спутался с такими, знаешь, ну, с эстеблишментом… Слишком мейнстрим. Да, хотя он сам говорит, что, ребята, я, в общем-то, никогда не считал себя именно вот прям граффити-райтером. Мне хотелось расширить, мне хотелось, чтобы мир увидел, как это вообще, что с этим искусством бывает. Потому что люди же вообще не знают, что это такое. Мне кажется, это на самом деле круто. Вот. Быть популярным не стыдно. Ну, когда ты этого реально заслуживаешь, когда ты это не купил, не проплатил, а именно своим творчеством… Важная вещь про спонсорство. Вот есть картина, например, «Классическое дагестанское чаепитие», и там внизу написан автор, и внизу при поддержке. Да, да. Это общемировая практика или только в России так делают? Для таких стен… Нет, все по-разному бывает. Бывает муниципалитет выделяет деньги, да, то есть типа мэрия, да. Но в России, мне кажется, чаще всего это именно какое-то спонсорство конкретных предпринимателей, которые хотят помочь своему городу и остаться за новой историей. Классная, на самом деле, считаю, традиция. И то, что здесь вот так вот легко они нашли людей, готовых оплатить… Вот сколько? Вот покрас лампас, да? Это 180 литров только краски, плюс еще лак, который сверху потом покрывали, чтобы она не стиралась. А сколько литр краски? А я не знаю. Но это очень нормально стоит. Дорого. Слушай, а художник смущает каким-то образом репутацию спонсора? А если вдруг это какие-то там сомнительные деньги или нечестные деньги? Ну, слушай, вообще со стрит-артом история сложная, в плане финансовых каких-то штук. Они стараются, я так понимаю, художники стараются этого избегать. То есть если только их прям вот не просят указать, то они в постах обычно пишут только «спасибо» фестивалю «Стена», «спасибо» вот этим двум чувакам они пишут, которые его организовали, местные, да, два парня. Могут написать «спасибо мэру», но, как правило, вот спонсоров могут не упомянуть. Потому что это не такое… Ну, среди стрит-артистов вот есть такое предубеждение, да. Хотя вот я не понимаю, ну а откуда? С неба что ли валится краска? Ну, все понимают прекрасно, чтобы вот такую стену зарисовать. Ты за свой счет, ну, если ты, конечно, Тимати, сын, то, может быть, ты и сможешь. А так? А вот здесь на Минюкао, есть чуть дальше там, есть написанные буквы во всю ширину этого Минюкао. Как там у вас это? Вот здесь сейчас появится видео. Там написано «молчание и стирание». Речь о том, что в ноябре в Порту-Алегри охранники супермаркета «Кари Фур» ровно также, таким же методом, как это было сделано с Джорджем Флойдом, полицейскими, да, в США, точно также замочили удушением посетителя супермаркета, который чем-то не понравился одной из кассирж. Но в отличие от истории Джорджа Флойда, у этого мужчины, сорокалетнего, у него не было вообще никакого криминального прошлого. Это был просто работник, механик в автомастерской. И у него четверо детей осталось, и он как раз через неделю после этого события собирался вообще жениться на своей женщине, с которой прожил уже к тому моменту больше десяти лет. Это было настолько беспредельно, и настолько оно еще и вписалось во всю историю с Флойдом, захватившим весь мир, что здесь по всей Бразилии прошли демонстрации. Это было в ноябре 2020, в конце ноября, в начале декабря. И ребята нарисовали эту надпись «Молчание и стирание». Что это означает? Если будем молчать, ребята, то нас сотрутся из памяти, мы сотремся, нас не будет. Вот этот маленький человечек, он имеет голос. И он об этом должен заявить, собственно, во весь свой маленький голос. Вообще слоган «Молчание и стирание» очень актуален для других стран и для других поводов. Да. Вот поэтому хорошо, что из космоса эту надпись видно сейчас. А из России тоже это видно? Я думаю, да. Из России это видно душой. Как ты воспринимал и воспринимаешь то, что происходит между Украиной и Россией? Жесть, трагедия и чувство вины мое. Потому что я считаю, что виноваты уж точно в том, что происходит на Донбассе и в Крыму, виноваты исключительно Российские Федерации. Потому что это дела украинские, которые сами украинцы должны были разруливать. То есть, если Крым недоволен своим положением в составе Украины, если они боятся за то, что русский язык будет в загоне, там такой же аргумент был, что типа сейчас начнут мочить тех, кто на русском говорит. Если Донбасс был недоволен тем, как у них складываются дела внутри Украины, их вес в украинском обществе или, опять же, роль русского языка, им надо было это рулить внутри страны. Ругаться, драться, что угодно делать. Но это должны были делать только сами украинцы. Вот эти все зеленые человечки, вот это вмешательство со стороны — это бесконечное чувство моего стыда и вины. А твой стыд за что? За то, что ты не можешь повлиять? За то, что я, с одной стороны, не могу повлиять, с другой стороны, что это моя страна. Да, я чувствую, что это моя страна, хотя вроде бы как напрямую не ответственен за эти вещи. Но мне прям крайне за это неловко. Ну, я не знаю, вот два муж и жена ссорятся друг с другом, и вдруг приходит какой-то третий мужик и говорит, я буду у вас прихожей жить, своей женой буду при чем жить, чувак, все. Вот примерно так с Крымом, мне кажется, происходит. Или с Донбассом. Ты на нашествии спел «Без бою», «Океан Эльзи». Кто ты и чем бы не была ты? Я не останусь без боя. Да. Потом ты удивлялся, что все восприняли это как политическую акцию. Да, потому что это было связано с тем, что там конкретный был запрет на концерт группы «Океан Эльзи» в Питере. Я просто считаю, что это мерзко, что отрубили такую офигенную, в частности, эту группу, и вообще целый пласт музыки отрубили от российского слушателя. Это неправильно. Но они, конечно, сами сделали такой выбор «Океан Эльзи» конкретно. Правильно сделали. Ты понимаешь этот выбор? Да, конечно, понимаю. И не только они. Я знаю многих украинских музыкантов, которые сознательно сделали выбор не играть в России, пока эта вся ситуация не разрешится. И это правильно. Это правильно, я считаю. Какая реакция у нашествия была? Это было самое экстремальное нашествие в плане погодных условий. Это было 12 градусов, дождь. И люди были просто… И мы играли уже там типа хедлайн, не хедлайн. Под вечером, да. И уже все замерзли и устали. И тут мы играем. И они прям выдохнули, я почувствовал. Потом вдохнули, побольше воздуха набрали. И как далее, припев хором. Я не сдамся без бою. Это был вот хор, понимаешь? Я не знаю, там на видеозаписи, по-моему, его слышно. Даже попал. А может и… Нет, попал я, по-моему, там был. Ну, короче, это был реально хор. Мы эту песню, понимаешь, играем давно. Мы её играем… Это вообще одна из моих любимых песен на пространстве СНГ, так сказать, написанной группой. Мы её играем ещё до всех этих событий. Года с… 12-го, что ли, этот кавер сделали. Играли его на концертах. Мы просто его продолжили играть, но он просто обрёл другую окраску ещё, да? И на каждом концерте, на каждом концерте, в любом городе, когда мы этот кавер играли, до украинских событий, после украинских событий, всегда хором все фигачат. Народ. И разницы нет после 14-го года? Никакой. Вообще никакой. Как организаторы отреагировали? Никак. Ничего никто нам не сказал. Более того, они на своём официальном же Ютубе её выложили. Так что я сделал вывод, что всё нормально. Ну а как может быть ненормально? Понимаешь, я же не говорю там, типа, там, воевать, автомат в руки и пошёл там отвоёвывать Донбасс обратно. Я же не призываю к этому. Это дела, ещё раз говорю, это дела украинские вообще. То, что мы туда влезли, это вообще неправильно. Но. Песня «Чувства», она же тоже про Украину, Россию. Время любить, мне время разбрасывать бомбы. Изначально мы вообще хотели сразу, когда только эта песня появилась ещё в репетиционном варианте, сразу я говорю, у нас есть одна знакомая, очень крутая, практически наши друзья, украинская группа. Оторвальд. Рок-группа, да, тогда. И я говорю, давайте с ними сделаем, мы им предложили, а они зассали. Потому что у них тогда как раз, тогда было обострение в Керченском проливе, когда вот арестовали украинских моряков там наши, вот это всё. И там прям дошло там чуть ли не до военного положения. Порошенко вводил, это вот был буквально декабрь. И мы им предложили, они говорят, да ты что, если мы сейчас с российской группой, даже с дружественной, если мы что-то будем делать вместе, нас тут просто сожрут вообще. И они типа не захотели это делать. В итоге, а мы уже сделали рассылку, мы же хотели, чтобы там спели наши, значит, медийные личности. И мы уже сделали всем рассылку медийным личностям, что мы делаем песню с украинской группой, совместно, не хотите ли поучаствовать за мир песня? Никто не отказался из тех, кому мы послали, вообще никто. Вот, все они, кстати, в итоге в клипе. И в итоге мы просто уже, ну поскольку мы уже договорились, ну и, кстати, никто и вопросов не задал, а где же украинская группа? Ну как-то так получилось. А потом уже мы с ними в итоге сделали же. Прошло время, у них там спал накал напряжения в Украине по поводу этого. И мы с ними всё-таки сделали этот фит. Выпустили даже на альбоме. Да, только клипа совместного не получилось. Как ты думаешь, при нашей жизни будет мир между Украиной и Россией? Если только у нас сменится власть. Тогда возможно. Я бы так хотел, чтобы, честно говоря, всё откатилось к... Когда там это всё случилось? Март 14-го, да? Вот к февралю 14-го, или к январю 14-го года, чтобы всё вот так откатить. И вот с этого момента... А теперь, ребят, давайте ещё раз подумаем. Три раза подумаем, делать это, блин, или не делать. И давайте не будем этого делать. Давайте пусть они сами разберутся. А они разберутся, конечно же. Никакой бы там резни не было. Это всё было враньё одно сплошное со стороны наших пропагандистов. Но это невозможно, поэтому я не знаю. У меня нет на этот вопрос ответа. Но есть печаль по этому поводу. Ну, кстати, в Крыме, вот это я уже говорил неоднократно, в Крыму и на Донбассе мы играть никогда не будем. Пока ситуация такова, какая есть. Нас миллионы раз туда звали и зовут, и продолжают звать. Мы не поедем туда играть, пока не разрулится эта ситуация. Это факт. Полная собачья стилизация. Да. Тарик Кляйн рисует. У него вся жизнь через призму собак. У него ван дог вон там. Гарри Поттер собачий. Дог Марли. Бат Кэо. Это типа Кэо — это дог. Why dogs? Why dogs? Well, the dogs started as a casualty, actually, because I used to work as a waiter in a restaurant around here, and the owner, let's say, was my friend's dog. So, it was all, the art was all. The owner? Yeah. My friend put the place of this dog's name. Ah. So, I did all the art around the place, with his dog, and making some, I don't know how to say, the re-lecture of the famous art and famous personalities. So, after that, I started painting on canvas, and with that idea. And now it's your main job. You are no waiters. More, yeah? No, no, no. No waiters anymore, thank God. I also make some walls, like street. Like commercial streets? Like commercial walls. Yeah. I have to, after a year I'm going to painting in a place, like, I'm going to make a logo. Nothing. Uh-huh. For example, I invite you to Russia to make some commercial logo. So, how much money I have to pay you? I charge by meter, square meter. Yeah. And it's around one thousand realis. One thousand realis? It's about two hundred dollars. Two hundred dollars. I see. The meters, the square meter. What is the price for The Biggles? The Biggles is forty. Forty? I'll buy it, okay? What was your goal as a sociologist? What was your goal as a society? What did you think about your career? What did you want to achieve? To know the society. I had an illusion, that it was my goal. I was not very well known as a person. I, honestly, I still have to be on the path of research. I was interested in what that. How do people actually get into the collective? What is this? How do you get into the mechanism? A collective then becomes a society. Chinese people. These are all straight for environment. One hundred literatures. Another big picture. A large language. These are archic себя. As simply as a spiderer of the future that is not supreme at all. An institution free station. It's virtually not an institution itself. So there is no part of government first to suchية power. The…? Yeah. That's the thing known as something that is people who have a journalist. It's not that right. So there is. ... It'sFFFF being and in please. It's a true. And then there's Dubient, the body that is called and the power of police force. этих человек. А что такое менталитет? И вот это все одно за одно цеплялось, и я это хотел изучить. Я поэтому, собственно, и пошел. А почему в России всегда потребность на то, чтобы вот такая власть была? Чтобы был вождь? Я не смог до конца разобраться, я слишком рано с этим закончил. Русскому человеку, знаешь, лучше всего на эту тему, кстати, сказал Саммерсет Моем, как ни странно, есть такой писатель, да? Он был, между прочим, поклонником СССР. И при этом вот он сказал такую цитату. Русский внутренне гораздо свободнее англичанина. Потому что русский никогда не будет делать того, с чем он не согласен. Закон для русского человека — это не то, что внутри него, а то, что снаружи и весьма необязательно для исполнения. Поэтому русские люди терпеливы, сказал Саммерсет Моем. Когда у тебя закон не внутри, а снаружи, ты все время испытываешь как бы противоречие с тем, с ним. И ты терпишь. Когда у тебя что-то внутри, что это терпеть? Ты просто меняешь. Когда ты можешь этим управлять. Законом ты этим управлять не можешь, потому что ты его внутрь себя не берешь. Англичанин с законом внутри живет. А русский — русского закона вот здесь. Поэтому русский его просто терпит. И это признак свободы? Нет, это признак внутренней свободы, но это закономерность, почему у нас получается пирамидальная власть. Потому что закон — это не то, это не мое, это не я. Закон — это что-то, кто-то другие делают. А когда ты внутренне готов отдать производство закона кому-то еще, всегда над тобой получается кто-то еще. Понимаешь? Закон рождается не изнутри русских людей, да? Россиян. А он как бы кто-то нам его принес. Кто-то нам его дал, и я теперь должен с этим законом что-то, ну, как-то жить. Ну, ладно, окей, окей. Это мнение Соммерсета Моэма, с которым я отчасти согласен. Хочется вставить кусочки из выпуска «Дорогие россияне сатира», когда человеку дают бумажу, человек говорит, что администрация, отстой! Дороги, отстой! Уп! 50 рублей. Знаешь почему? И все, и он сразу же обратно говорит. Идеально вписывается именно во мнение Соммерсета Моэма. А почему? Да потому что русскому пофиг на этот закон. Ай, пофиг, кого изберут. Пофиг, кто будет этим всем заниматься. Ну, это же мнение. Ты мнение, ты за деньги свое мнение меняешь сразу же на принципиально противоположное. Ну, это мнение вот настолько тебе значит дорого, понимаешь? Потому что по-настоящему дорогое мнение, которое тебе ценно. Вот русский не поменяет. А вот это по поводу выбора, это все типа какая-то посторонняя фигня, не зависящая от меня, понимаешь? Ну, что там будет этот депутат или этот депутат? Мне-то что? Вот мой дом стоит. Все. Ты в Дагестане говорил, что среди тех вещей, которые тебя парят сейчас, это текущая ситуация в стране. Да. Выходишь в Facebook, и иногда хочется уехать. Один из источников моей депрессии, да. Что именно тебя беспокоит? Закручивание гаек, отсутствие свобод, отсутствие... Да все то же самое, что любого думающего человека беспокоит в любой стране, в которой нарастает тирания. Исподваль потихоньку. И есть какие-то схожие моменты, к сожалению. Не хочется, чтобы пришло к тому же, к чему мы в 30-х годах пришли. А, схожие с 30-ми? Ну, а что? У нас был НЭП вообще-то в 20-х годах. У нас была вообще рыночная экономика отчасти. У нас была свобода торговли, у нас были поэты, у нас были, блин, Есенин с Маяковским. И у нас было все то же самое, что сейчас в 90-х, в 2000-х было. И к чему в итоге все мы пришли? И лопало. Не хотелось бы. Ну, я прекрасно понимаю, что и обстановка другая, и сравнивать эти две страны совершенно невозможно. Но я имею в виду, что вот параллели исторические, они пугают. Если отдаться панике, то можно запросто запаниковать. Глядя на то, как сейчас происходит все в нашей стране. Ты при этом постоянно подчеркиваешь, что в политические замесы ты вписываться не хочешь? Нет, конечно. И у тебя концепция «Начни с себя». Да. «Начни с себя» — это беспроигрышная концепция. То, чем я занимаюсь. Но не кажется ли тебе, что для многих это такое, знаешь, прикрытие от истинной причины? Истинная причина страшновата. Самое страшное — это заглянуть в себя. Это гораздо страшнее, чем то, что происходит в стране с политикой. Блин, это так страшно. Там такая бездна. Я, знаешь, как предлагал на концертах, прям такой спич толкал. Я знаю, что некоторые мои подпустители наших концертов потом так делали. Я им предлагал сделать следующее. Я говорю, станьте утром. Именно утром. Вот вы проснулись, башка еще более-менее чистая, новых впечатлений за день не накопилось. Вот станьте утром перед зеркалом молча, в тишине, чтобы вас ничего не отвлекало. И просто пристально посмотрите себе в глаза. Сколько вы выдержите без того, чтобы у вас не начали появляться какие-то очень странные, а иногда страшные мысли? Очень мало человек может выдержать. Знаешь, что происходит, на мой взгляд, в этот момент с человеком? Проступает его суть истинная. Мы живем всю жизнь, удаляясь от того смысла жизни, который у нас есть. Вот я так думаю. Мы рождаемся, зная все, что нам надо делать. Как и кем нам быть, что будет, по какой дороге нам идти. Но дальше начинается воспитание, и эта дорога начинает как максимально замыливаться. Нам начинают говорить родители, что делать, как делать. Нас начинают учить, потом школа, потом, блин, или детский садик, потом школа, потом друзья. У них тоже есть свое мнение на все. И в итоге твоя дорога так и уходит от тебя, так замыливается. Мы приходим к 16-17 годам с ощущением того, что мы вообще не понимаем, чем заниматься. Что-то вроде как хочется, смутно, я что-то такое понимаю, но, блин, кем же мне быть? И в основном люди даже и не делают этих попыток решить. И просто идут по какой-то накатанной дорожке. А вот, оказываясь, перед зеркалом, эта шелуха начинает слетать, этот туман, он начинает развеиваться, и вдруг ты видишь глаза этого самого того, новорожденного тебя, и ты понимаешь, что ты смотришь в глаза совершенно незнакомого тебе человека. Ты вообще себя не знаешь. И от этого возникает вот этот странное ощущение ужаса или страха. Я им говорю, попробуйте так сделать. И мне очень много фидбэка прилетало, что люди пробуют так сделать, и, блин, они реально очень неудобно смотреть в саму себя в глаза. Ты видишь там того себя, которым ты мог бы стать, а ты себя не знаешь. А реконструируй свое такое состояние. То есть какие черные мысли у тебя появляются, когда ты смотришь? У меня черные мысли, что я... Ну, плохой, злой, неправильный. Что я делаю не те вещи, которые должен делать. То есть у меня возникают эти самые страхи, понимаешь? Я себе лилию надеждой, что я нашел свой жизненный путь. Я делаю такой вывод, потому что я вот уже 20 лет, больше 20 лет стою на сцене, и меня это прет. Меня по-прежнему прет, меня это волнует. Ну, сука, что же я тогда такой несчастливый-то? У меня последние три года прекрасная личная жизнь. Боже, спасибо. Я наконец-то, кажется, нашел. И все равно, что же я, сука, такой несчастливый-то? У меня все хорошо. У меня даже код классный. Понимаешь? С финансами у меня даже все более-менее выровнялось там. А что же я, сука, такой несчастливый? И мне все так же фигово смотреть себе... Может быть, потому что я по-прежнему все еще на пути к пониманию того, кто я такой. И этот путь бесконечен, загадочен и страшен. Поэтому я и говорю, что главное вот это. Вот это главное ужас и бездна. А вовсе не то, что у нас нет разделения властей, что у нас нет независимых судов, что у нас нет независимой прессы. Это все ужасно и печально. Но корень этого всего в том, что люди, мы все люди, мы россияне, не умеем смотреть себе в глаза. Что мы, прежде чем понять, что плохо и хорошо для себя, начинаем говорить другим, что плохо и хорошо для них. Вот я пока для себя это окончательно не решу сам. Я ни с каким плакатом на улицу не выйду. Я не буду ни у кого учить, куда, в какую сторону идти, за кого голосовать. Но при этом у тебя по украинскому вопросу предельно четкая позиция. Ну, тут же все понятно. Я же говорю, это как в семье. Тут есть четкие аналогии. И при этом это не избавляет, конечно, меня от оценочных суждений в адрес, не знаю, Кремля или всего этого, естественно. Прости, а что непонятно, когда людей в тюрьму сажают за выход на улицу? Это ужасно. Ну, я про дадинскую статью, например. Это, кстати, в терминологии я могу путаться. Четыре раза вышел на митинг, никого не тронул, на четыре года уезжаешь в тюрьму. Это жесть. Это вообще жесть. Это жесть, когда вот есть любое общество, как мне кажется, представляет из себя такой огромный большой маятник, который качается. Справа, вот есть там правые, да, расисты, а тут есть, значит, чернокожие, условно говоря. Да, и вот между ними, между полюсами, эти полюса различные совершенно, там, по различным точкам. Вот есть здесь ЛГБТ, а здесь есть те, кто ненавидит ЛГБТ, я не знаю, там, какие-нибудь пробитые эти скрипоносцы. Вот между ними, этими всеми крайностями качается маятник. Если общество более-менее свободное, более-менее, абсолютно свободных обществ нет, то этот маятник примерно так более-менее качается свободно и потихоньку находит какой-то баланс равновесия, мнений, как-то люди находят какую-то общность и прочее. А общество, созданное у нас, причем вовсе не Путиным, а гораздо раньше, еще при царской России, это общество, в котором маятник, вот он качается до какого-то момента, а дальше стоят, дальше ему не дают. И он вот так вот качается. А вот вся эта зона, здесь нельзя, сюда нельзя, здесь скрепы. Вот так вот он качается. Естественно, никакого баланса он не может найти. В итоге просто в какой-то момент этот маятник просто нафиг рушит эту всю фигню и с накопленной энергией вот такой дает 17-й год. Потом вот такой нафиг 18-й. Потом вот такой 19-й, 20-й. А потом уже по старой привычке, ну мы же не можем, как так, в свободном болтании, в свободном обменивании мнений существовать, мы строим новые. Нет, и опять начинает вот так вот фигачить. Происходит СССР. А разве не Путин мог бы сделать так, чтобы маятник шатался в обе стороны? А как Путин мог бы это сделать, если он плоть от плоти советский человек? Я же даже сейчас не говорю о том, что он КГБшник. Это, конечно, важно. Но самое важное, что он дитя советских подворотен со всеми вытекающими последствиями. Как и я, например, тоже советский человек. Мы все дети, недолюбленные в детстве. Дико недолюбленные. А там дальше уже кому повезло. Кому-то повезло, как мне, жить в Питере, в городе, который дает возможность подумать, время подумать, поразмыслить, то при этом является столицей. Соответственно, я нахожу себе единомышленников, мы создаем рок-группу, и потом 20 лет фигачим и поем, в общем-то, о душе человеческой. Это моя судьба. А судьба Путина — это залезть, лезть, 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 залезть, и уже никогда не спуститься с этого безумного, ужасного пьедестала. Теоретически, если нас поменять местами, в какой-то момент переломить и посадить меня в мэрию петербуржскую в 91-м году, кто знает, где бы я сейчас оказался, понимаешь? Скорее всего, я бы уже повесился давно, потому что это не жизнь такая. Вот. Ну, так или иначе, мы все дети совка в этом смысле. И где набрать оптимизм? Вот. Я беру оптимизм в творчестве, в музыке, в деле. Вот я, для меня, это главная опора. Последние три года у меня еще есть человек рядом, на которого я тоже опираюсь, но мой жизненный опыт подсказывает, что опираться на людей — это опасно, в том числе и для них самих. Все-таки нужно быть самостоятельным, самодостаточным, тогда к тебе начинает притягиваться такая же самодостаточность. Ну, нужно к этому хотя бы стремиться. Потому что человек из жизни может исчезнуть. Да, 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 да. В том числе и физически. Может и морально. То есть люди очень подвижные субстанции в этом смысле. Смотри, вот тут рисунок, и Серега подошел и спросил, это тоже рисунок? Это не фотообои? Это же не рисунок. Это пейстап, да. Это вообще все, вот это все целиком. Пейстап, потом сверху вот еще нарисовали девушку. Пейстап, это когда клеят, вон, смотри, видишь, это оторвалось. Чисточки. Просто берут, изготавляют у себя в студии или дома где-то, изготавляют вот такие листы, потом приходят и малярным клеем, и сверху это дело наклеивают. Особенно потому, что они, как правило, еще очень социально замешаны. Вот здесь, например, индейцы, видишь, у них же история с сбережением лесов Амазонии. Вот эта вся история. Вот они, пожалуйста, здесь. Пейстап это, как правило, наиболее социально заточенный вариант стрит-арта. А, видимо, потому, что больше времени надо и больше деталей про... Нет, как раз, потому что меньше времени на наклейку. Ты приходишь сюда и пока ты будешь свой протест рисовать, кто-нибудь придет и... А тут человек пришел за полчаса. Идите нафиг себе. Все, получилось круто. Нам с тобой повезло Мы знаем, что значит терять... Зачем ты создал группу Zero People? Моя личная официальная версия была такая, что накопился материал, который я не мог реализовывать в Animal Jazz. Музыкальный чисто материал. Ну, то есть не все можно сыграть под гитару с барабанами. Что-то хочется сыграть в камерный. На самом деле, я думаю, что правильное... Правильное объяснение почему. Потому что к тому моменту, к 2011 году, к 2010 году, Animal Jazz уже шел по накатанной дорожке. То есть мы уже такие. Все, я примерно знаю, что нас ждет. Я примерно знаю, что мы будем делать, какую примерно музыку мы будем играть. А мне захотелось обратно спуститься в подвалы. Мне захотелось обратно почувствовать вот это, значит, ощущение свободы. Недавно смотрел фильм про Сиэтл, про феномен, или феномен, опять же у меня с ударениями проблемы, сиэтлского рока, да, вот этого подъема Сиэтла во времена Нирваны, когда там просто как грибы вдруг выросли, группы, которые просто изменили музыкальный мир, там, рок-мир в смысле. И вот смотрел фильм, в котором корневые участники этого движения, не ставшие ни разу популярными, но участвовавшие, бывшие у самых корней, рассуждают именно о том, что, блин, Сиэтл, это было так круто, мы были честные, подвальные, хайрастые, немытые, а потом, бац, ты просыпаешься и видишь, что вот эта твоя рубашка, которая фланелевая, которая в каждом магазине там продавалась просто потому, что кругом одни лесорубы живут, она вдруг становится фэшн. И это у нас, говорит, типа ощущение, что у нас что-то украли, что они забрали наше и присвоили себе. У меня было ощущение такое, что я сам у себя забрал вот эту какую-то истинность, какую-то непричесанность, полуголость и одновременно какую-то независимость. Я захотел это все восстановить, не разрушая то, что на тот момент создал. Вот. Я подумал, можно ли так сделать? Я так думаю, что это было вот настоящим. Я тебе говорю, я все анализирую через 10 лет после произошедшего. Сейчас как раз Zero People исполнилось 10 лет. Я начинаю врубаться, почему я на самом деле в принципе Zero People тогда начал. Чтобы вернуться в подвал и начать с нуля. Это ощущение воздуха, нового. Это же еще коммерчески просчитанная группа получается. Представляешь, нет. У вас всего двое? Да блин, вот представляешь, что мы получаем на выходе? Мы получаем фортепиано плюс вокал, да? Да. Это что? Это максимум, ты себе такое представляешь, в филармонии там романцы поют люди. Все. Ну кто? Есть отдельные мировые исполнители реально успешные, типа Тори Эммос там, или там Элтон Джон и то, у которого стоит рояль на сцене, сидит он сам и больше ничего нет, да? Ну это уникальные, редчайшие случаи, это люди гиперталантовые. В основном, это совсем неуспешная история, понимаешь, финансово. Поэтому мы, конечно, даже и не рассчитывали. Там был вопрос, вот исключительно, я думаю, что для меня это был самый важный вопрос. А для моего, моей второй половины, для Александра, моего клавишника, мне кажется, это был вопрос того, что он вышел на первый план, что он стал таким, ну, то есть он получил возможность для самовыражения вдвойне, не так, как в Animal Jazz. Для него это лишний был такой прикольный стимул. И самое удивительное, что в итоге мы пришли к тому, что Zero People это финансово успешный проект. И вот это меня, я не перестаю удивляться, когда мы собрали в ВДНХ три с половиной тысячи человек на сольном концерте вот в девятнадцатом году летом. Я просто не мог поверить, в нас не было информации, сколько придет людей до самого последнего момента. Я когда вышел на сцену, да, я вышел на сцену, нет, там был свободный вход, это не важно. Важно, что мы не знали, сколько их будет. Мы нигде не было, ни афиш, ничего. Мы там в интернете у себя, в Zero People, сколько у нас там подписчиков. Я вышел и вижу, там просто все забито людьми. Что там пришел Дима Билан, что там, короче, какие-то, ну, просто люди вообще, дофига их людей. И они поют некоторые песни Zero People хором. Это было просто так классно, что мы это сняли, что это мы на видео запечатлели. Вот моя стена На танце стена Субтитры создавал DimaTorzok и лесница туда. А это местная, опять-таки, легенда Субту. Он чувак рисует все время в одном и том же стиле. Вот таких вот обезьян. Он большой поборник, так сказать, свободу животным человечества – Это зло. И вот здесь конкретно он нарисовал, смотри, обезьяна в виде Человека-паука или Супермена, тащит издыхающее человечество в его печальное будущее. — А есть же футбол, есть «Баркинг Стор». Это ребята, которые делают мерш, наверняка видел, когда у них одна из самых известных — это худи и футболки, где скулбас и школьный автобус в виде автозака. — Не видел. — И у них тоже есть серия с животными такая. Например, цирковой слон, который идет из цирка, он идет. На футболке написано «coming home», а на заде цирк, который горит. — Круто. — Как ты чувствуешь себя финансово, играя в двух гастролирующих группах? — Я бы сказал, что вот идеально, потому что у меня нет не такие суммы, за которые мне стало бы страшно, и возникло бы вопрос, а что с этим делать, теперь надо куда-то вкладывать, и сразу появляется куча вопросов «блин, куда?», и потом начинается этот геморрой с бизнесами в России и так далее. У меня ровно столько, чтобы позволять себе безбедно жить, путешествовать ровно в любой момент, когда я захочу, в любое место, куда я захочу, с моим любимым человеком вдвоем. Соответственно, купить любую вещь, которая нам захочется, а хочется нам не Тиффани, почему-то так счастливо совпало, что нам хочется чего-то такого, что мы можем себе позволить. Ну, то есть, короче, безбедное финансовое существование у меня. И при этом безответственное. Потому что у меня нет сети магазинов, кафе, бара, не знаю, клуба. — У тебя свое жилье? — Да, у нас с женой квартира. Да, и будет скоро еще одна квартира. — В месяц твой доход больше или меньше 500 тысяч рублей? — В удачные месяцы — больше, в неудачные — меньше, в карантинные месяцы — лучше даже не говорить, какой был доход. Смешной. В двадцатом году. Кстати, вот могу тебе конкретно даже цифру назвать, сейчас вспомнил. За концерт в Перми, который был вот осенью, группа Zero People заработала 486 рублей на двоих. — Никто не пришел? — Да. — Пришли, просто его пришлось там переносить из-за разных ограничений. — Пусть, а сколько пришло? — Затраты... Ну, еще там человек... сколько? — 80. — И 486 рублей? — Да, затраты получились большие. Ну, прикинь, вот это меня вообще не парит. И мы, в отличие от Зеленого театра, мы знали заранее, что у нас будет такая хрень. И я гарантирую, что никто из пермяков ничего не заметил, и для нас, потому что это вообще... Вот мы с Александром Юрьевичем оба в этом смысле по-хорошему оторваны и даем панка. Когда мы понимаем, что клуб — говно, сцена — жесть, звук будет, скорее всего, отстой, и свет — просто одна лампа на двоих вот так болтается над нами, это такое дает заряд драйва. Мы начинаем в два раза круче, по-моему, фигачить на концерте, и люди разочарованными. Такие концерты точно не уходят. Скорее могут разочароваться, где все хорошо и спокойно. Это фирменный стиль Куэйо рисует товарищ. Точнее, как сказать? Короче, ее звали Карен Фиделис. Всю ее жизнь практически 39-летнюю. Но к 39 годам она осознала себя все-таки в итоге мужчиной. И вот последний год она проходит курс… — Смены пола. — Да, курс смены пола. И она ведет у себя в Фейсбуке подробнейше, рассказывает про каждый этап, выкладывает какие-то таблетки там, в каком количестве, сколько, сколько. У нее там уже огромное количество комментаторов, которые переживают те же проблемы. Круто, что она ведет это открыто и говорит, что ей да, я такая. Она публикует фотки со своими родителями, которые говорят «да, окей, мы тебя поддерживаем, ты молодец» и все такое. Ну и вот она крутой художник. Я теперь не знаю, она, наверное, все-таки он, правильно сказать, он. У нее уже борода вот здесь отросла, так что она теперь он. И имя у нее теперь какое-то странное, я его не могу произнести. Но вот Куэйо — это ее псевдоним. Вот она рисует кроликов. — Про три полоски всего несколько вопросов. Был ли хоть один концерт Animal Jazz после 2006 года, когда вы ее не играли? — Да, был целый период, когда мы ее не играли. Не знаю, год или полгода как раз где-то в районе 2009 года. Я ее уж точно не помню. Прямо не играли, как-то так сошлись, что, блин, задолбало играть эту песню. А потом… Что мы, дураки, что ли, вообще? Какого хрена лучшая песня? Почему мы и не играем? И опять стали играть. И с тех пор уже лет десять без всяких проблем играем и кайфуем от этого. — Как ты реагируешь, когда вас называют группой одного хита? — Ну как… Так же, как я отреагировал, когда ты сказал, что вы тут анализировали мои высказывания и нашли у меня там кучу обиды. Как просто говорит — не профессионал. Не знает он группы Animal Jazz и не знает нам наши песни. Вот и все. Я вот сейчас ее каждый раз играю. У меня иногда мурашки появляются. Думаю, блин, мы ее играем примерно тысячный раз. Может, полутора тысяч, не сколько у нас там концертов было. А у меня мурашки вдруг появляются. Где-то там в каком-то месте песни. Странно так это. Конечно. На сцене. — Спустя 15 лет ты понимаешь, почему именно это стало хитом? — Я был тогда сильно влюблен в 16-летнюю девчонку. Мы с ней жили. Здесь четыре с половиной года встречались. И это было настолько сильное чувство, что я смог передать в строчках вот это ощущение какой-то чистоты, надежды только что вышедшего из школы. Вот выпускной только прошел. У тебя впереди безбрежная жизнь, лето. Какие-то вступительные экзамены, да, эффекты с ними. И вот это ощущение я смог от нее подцепить и смог выразить в строчках. Поэтому оно и актуально, мне кажется. Поэтому оно и зацепило. Потому что чувство было сильное у меня, у писавшего эту песню. Ну, этот текст. Песню мы написали, музыку мы написали вдвоем с гитаристом. — Девочке было 16, тебе 34. — 31. — 31. — Сейчас. 31, да. Она заканчивала школу. — Давай сразу. Возраст согласия в России с 16-ти. — Да. Все соблюдено. Ну я же с 10-летней задержкой развития, у меня 21 был, на самом деле. Такая была взаимная какая-то подпитка. Классно. Причем я не был таким, знаешь, для нее учителем. «Я тебе сейчас расскажу». Наоборот, мы просто как-то кайфовали вместе. Мы же, я говорю, мы довольно долго встречались. Четыре года с лишним — это нормальный, мне кажется, срок. Для моей жизни это вообще нормальный срок. — Как у нее сложилась жизнь? — Она счастлива, замужем, прекрасный у нее мужик. Они вообще молодцы. Она была вот на крайнем моем концерте в Питере. Да, класс. — И она в курсе, что три полоски посвящены ей? — Ну уж я думаю, да, потому что я об этом говорил как-то. — А мужик в курсе? — Я не знаю. Но он такой… Я с ним не знаком, но он такой с виду добродушный. Я в Инстаграме там смотрю, что мне кажется, да. Бородач такой. — Интересно, как он это принял? Что он чувствует? — Не знаю. — Ревнует ли, когда играет? — Вот у другой моей девушки, с которой мы три года жили, и вот у нее парень, да, ревнивый, он ревнует ко мне прям сильно. Это я знаю тоже. Дурачина. — Почему дурачина? — Ну потому что, блин, было да прошло. Она его любит, это я точно знаю. Так что все классно у них тоже. Мне так радует вообще, когда, блин, у моих бывших девушек все хорошо. А у них, кстати, у почти всех. Почти всех все хорошо. — Не хочу выглядеть эйджистом или кем-то еще, но… А вот когда вы вечером приходили со своих дел, она с учебы, ты с каких-то других, не быстро темы для разговора заканчивались? Учитывая, что она совсем маленькая девочка. — Да что-то как-то нет. Во-первых, она не дурочка была совсем. То есть она житейски была очень прикольная. Она иногда даже мне там говорила всякие такие штуки. Я такой, о, да, действительно, сделаю так. То есть нормально. Нет, у нас был с ней взаимообмен. Да, да. Ну, конечно, я там как бывший профессор, условно говоря, преподаватель университета. У меня есть свой какой-то интеллектуальный багаж, но я умею его, знаешь, немножко в задницу засунуть и не отсвечивать, и не испытывать от этого ощущения, что я там снижаюсь до уровня какого-то человека. Просто ловишь какой-то кайф в этом во всём. Я себя, знаешь, как воспринимаю? Я себя воспринимаю как воду. Я наливаюсь в сосуд, который... Женщина за мной рядом живущая — это сосуд. Я легко могу принимать его форму. У меня есть своя собственная структура, как у любой воды, но я очень гибок. И если меня не сильно сдавливать, передавливать горлышко или там где-то давить, то я могу довольно устойчиво существовать в этом сосуде. Вот чего у нас не было с Мариной, она меня периодически там передавливала. И это вот... Но это уже её свойство характера, там другая история. В комментариях под тремя полосками до сих пор просят кинуть ссылку на текущие соцсети девочки, которая главную роль сыграла. Ты знаешь, что с ней потом было? Да, подписаны на неё в Инстаграме, взаимно подписаны, лайкаем. Она же в Штатах живёт. Нет, она живёт в Москве. У неё две классных девчонки. У неё прекрасная, судя по тому, что я вижу, не только по Инстаграму, а вообще у неё прекрасная семейная жизнь. Как вы её нашли? Так, как это было-то? А, это было очень просто. Мы нашли режиссёра, который нам будет снимать клип «Три полоски». Модный тогда в 2006 году Евгений Казаков такой, друг нашего гитариста. Мы говорим, слушай, вот у нас такая песня. Он слушает, блин, это круто, это вообще хит. Так, всё, снимаем. Так, так, снимаем. Так, в главной роли должна быть красивая девчонка. Ну всё, всё. На следующий день такой, насколько я понимаю, Евгений её звонит и говорит, Жека, я тут сейчас познакомился на теплоходе. Я просто фотографию покажу, когда будем завтра, через день встречаться. И он показывает фотографию. А Жека до этого её видел, такой уже предвкушаяся. Показывай, показывай Михалычу. Да, говорю, это. Без вопросов, снимаем. Просто вообще огонь. Это была Лера как раз. Так всё и было. А это её, ну, образ, которым она тогда была. Вот эта Эмма-леди. Да, это был такой... И сколько я понимаю, она не была никакая не Эмма. Ну просто да, тогда было модно так ходить. А пацана-то, между прочим, одели не как Эмма, а как Мажора. За ней бежал Мажор. В этом как раз и было, что он хотел как бы показать, что даже такие несовпадающие внешние люди могут типа друг друга полюбить. Вот у него суть такая клипа была, что если обёртку снять с человека, а под этой обёрткой нормальный чувак, тогда всё может нормально получиться. Вот такая была сверхзадача у него режиссёрская. Не знаю, насколько я её смог выполнить, но такая была. Мы на другом конце миникао, на противоположном. Да, здесь Мурл, который очень круто символизирует или говорит о том, о чём я хочу сейчас сказать. Вторая часть корреляции между пониманием свободы человека в христианстве и граффити-культурой. Свобода человека от природы. Это такая простая звучащая просто вещь. Она была на самом деле впервые, она прозвучала в Библии, как ни странно, в античной философии, до библейской, да, европейской. Там человек был частью природы, песчинкой в море, в мире. Значит, боги, опять-таки природы боги владели всем. Человек был утлая латчонка, гонимая по воле волн, куда-то непонятно куда. Только супергерои вроде Геркулеса могли нагнуть природу и что-то с ней сделать. Но, опять же, они все были практически наполовину боги. Да. Так вот, в Библии, в христианстве вообще появляется понятие, что человек не часть природы. Человек — часть бога. Человек встает над природой. Силой духа человек может изменить окружающий мир. То есть на первый план выходит не физическая сила, да, не природные моменты, а сила духа. Маленький человек становится значимым. Это офигенная революционная этическая норма. Маленький человек становится значимым. Вот эта надпись в переводе означает «Я вижу, что ты существуешь». Художник Филипп Моразини, который это изобразил, он имел в виду, что это город Сан-Паулу, огромный, 22-миллионный город. Говорит каждому своему жителю «Я вижу, что ты существуешь. И тебя я тоже вижу. Ты есть. Ты значим. Ты — личность». Вот напротив этого Мурала. Поэтому люди очень любят фотографироваться, потому что они все понимают, о чём речь. Они понимают, что несмотря на то, что я неизвестно кто, я кто-то. И это вторая корреляция между пониманием вот этой свободы, свободы от природы. Она, правда, привела вот эта вот библейская установка, она привела к некоторым проблемам. Потому что теперь человек что делает с природой? Нагибает её. Всё, что хочет. Это, ну, это, как говорится, перекосы. А основа правильная. Финальная. В чём сила? А можно в двух моментах сказать? В любви и не в одиночестве. Вне одиночестве, вот. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Конкурс. Смотри, у нас появилась идея. Следующая. Ты же долгое время вёл или продолжаешь вести сайт про независимую музыку. Да, вовсю. Прямо самое подполье. Давай сделаем следующую вещь. Считается же, что рок-музыка умерла, в общем, в России. И не безосновательно так думать. Не знаю, не знаю. Ты ведёшь сайт о независимой музыке, и мы предлагаем следующую вещь. Современная рок-группа, которая неизвестна широкой публике, получает возможность выступить на разогреве у Animal Jazz, если в закреплённом комментарии они дадут ссылку на свою песню. Только важная история. Эта песня может быть написана хоть когда и загружена на YouTube. Она может быть хоть в 2014 году. Но для того, чтобы участвовать в конкурсе, её надо залить не обязательно заново, просто ещё один раз. Не надо, если у вас есть бэнгер, который уже набрал пять тысяч просмотров, и весь Южнокурильск любит эту песню, не надо её удалять и терять просмотр, а просто залить её снова либо на свой канал. Слушай, а можно ещё усложнить? Так. Только это будет более правильно. Давай. Потому что бэнгер бэнгером, а у них мог с того момента тысячу раз смениться состав, и вообще не играет какую-нибудь хрень. И с этой хренью выйдут перед нами потом на сцену. Не так. Давай. Давайте-ка так сделаем. Вот вы возьмёте свою лучшую песню, которая у вас есть, и реально заново её сыграете, и запишите, и снимете. Что ж заново? Ну вот прямо, чтобы понять, как актуально это звучит, как сейчас вы это делаете, кто у вас сейчас в группе, вот это. Супер. Тогда вы берёте свою лучшую песню, она может быть написана хоть до революции, и играете её заново, записываете это и выкладываете на YouTube. Хоть видео, хоть аудио, вообще не имеет никакого значения. Главное — выложить после этого интервью ссылку в закреплённый комментарий. Саша выберет группу, где бы вы ни жили, дорога до концерта группы Animal Jazz будет оплачена. Выступите на разогреве. Ну, я думаю, речь идёт о концерте группы Animal Jazz в Москве. В Москве? В каком конкретно, я не знаю, но… В каком конкретно месяце я не знаю, но в Москве. Офигенно. Саша, спасибо тебе большое за эти несколько дней. Юрий будет дочь, дочь будет Юрий, Юрий будет дочь, дочь, yeah.